Всем привет, ребята! Сегодня мы делаем крайний, пятый, лимитедный обзор сета выбор равники. В общем, это все достаточно затянулось уже на пятый день. Сегодня мы обзираем... какую гильдию? Оржов. Оржов. Гильдию Оржов. Почему-то, кстати, про Оржовов больше всего спрашивали. Все хотели Оржовов. Когда будут Оржовы? Когда будут Оржовы? Сегодня со мной вместе, у меня в гостях, Игорь Дортман. Это тоже мой очень-очень старый друг. Привет, Паша, привет! Про Игоря тоже особо не буду рассказывать долго. Могу только сказать, что это, в принципе, наверное, один из старейших играющих сейчас новосибирских игроков в магию. Абсолютно мультиформатный. То есть играет во все, что движется. То, что не движется, он двигает и тоже в это играет. И, в общем, среди многочисленных достоинств, в том числе, является вполне себе лимитидным гуру, который, собственно, нам сегодня поможет разобраться в такой тоже не самой простой гильдии, как Оржов. Да, она, конечно, не бело-зеленый динозавр, но что поделать. Ну, зато там есть белый тоже. Ну, хотя бы да. Хотя бы да. Но на зеленый можно сплэшиться, но правда не в этот раз. Правда не в этот раз, да. Значит, ребят, сейчас тогда, ну, буквально начальное, попросим Игоря порассказать о гильдии в целом. Может быть, еще там что-то такое. Вот, Игорь, вступление про Оржовов, про сет, про все, про вот... Ну, про сет. Да что говорить про сет, когда сет полон разочарования. Вот, ты смотришь на добрую половину карт, и она просто хуже, чем уже было, причем было недавно. Вот. Оржовы, ну, я был, по крайней мере, рад, что у них новая механика. Вот. Афтерлайф — это Афтерлайф Икс, то есть, когда существо умирает, ты после этого кладешь, соответственно, Икс черно-белых летающих спиритов. Я изначально думал, что оно будет Афтерлайф 1 всегда, потому что в маске-блоке карта, которая именно так и называлась, Афтерлайф, убивала и ставила 1-1 спирит, правда, белого. Вот. Но все-таки сдвинулись чуть дальше в этом вопросе. Как тебе вообще, Оржовы, как тебе впечатление о гильдии в целом, вот так вот изначально, чтобы настроить нас? Ну, что называется, я ждал, что это будет гильдия, которая примерно посадит нас в какое-то подобие агроконтроля. Оно так и вышло, вот, что я ждал в среднем от нее чуть больше, ну, примерно так же хорошо, как в прошлый раз от Селеснии. Ну, в этом вопросе ожидания тоже слегка не оправдались. Вот, но самый такой ощутимый минус с точки зрения, по крайней мере Селеда, на драте я надеюсь, что будет полегче, все-таки парней с Афтерлайфом не так много. То есть, их там то ли 10, то ли 12 всего в сумме. То есть, прочие вот эти спирита, токены-генераторы я не рассматривал, вот прям именно Оржовскую механику. Их что-то там типа 10 или 12 всего. Ну, то есть, смотри, Игорь, вот у меня почему-то возникло такое ощущение, что Оржов может быть очень контрольным, очень медленным, то есть, таким засасывающим насмерть, медленнее Азориусов, более контрольным из-за липкости, из-за вот этого всего. То есть, вот может быть такое, как ты считаешь? Я считаю, что, конечно, легко может быть. То есть, если честно, в Азориусе есть поздние дропы, которыми, ну, в среднем даже хочется, наверное, и играть. Причем, наверное, даже двумя. Вот в Азориусах, например, ну, чаще всего хотелось остановиться, ну, вот, например, на пятом. Там вот положить, там, пятых, пару, тройку, там, один шестой, может быть, и то так. А в Оржовах ты хочешь уходить, там, в шестые, в седьмые в том числе, да? Ну, в седьмые, наверное, не хочу, с Финксом я играть очень не хочу. А в шестые, ну, вот, из серии дойдем, да, есть шестые дропы, которыми я бы, наверное, даже хотел играть. То есть, вот такие моменты, как липкость, вот сама, собственно, гильдийская механика, как море Лаевгейна, кстати, такое вот, да? Не море. Ну, есть, есть. Ну, есть, но, кстати, его мало. Мало, да? Мне показалось, что море. Не, не море. Не море, хорошо. То есть, есть вот такие вот эффекты, ну, на самом деле, эффекты, типа, получи жизни, их в Азориусе, как мне кажется, больше. Ну, там гильдмаг, как бы, сам по себе, да? Ну, ну. Отличный источник. Хорошо. Хорошо. Давай тогда, может быть, начнем по конкретным картам уже, посмотрим, пробежим по мультикалорам, будет какое-то общее ощущение такое, будем дальше разбираться. Опять же, традиционные вопросы, которые вот уже последние разы поднимались, то есть, с чего садиться в гильдию, есть ли смысл в нее вообще садиться там рано-высоко, на что хорошо сплэшится, вот такое вот тоже в процессе будем потихонечку разбирать. Ну, и, собственно, начинаем мы с такого вот красивого спирита, который тоже, кстати, спирит. Это вот те самые серии самых сложных костов. Четверной цветной кост. Игорь? Ну, во-первых, это спирит, а не рыцарь, это уже делает его хуже, вот. Во-вторых, спирит, почему спирит не летает, это третий вопрос. Тяжелый. Ну, слушай. Он низенько-низенько летает, видишь, там как бы на картинке, он там вроде как это. Вроде как летает, вроде как нет. На воздушной подушке, да, такой. Вот. Ну, вообще, этот парень... Привет, Сахар. Хороший, он не худший из всего вот этого цикла, дорогих пацанов. Вот. Он... Ну, то есть, мне чаще всего вот таких пацанов из серии гибридный кост 3-4 очень хочется сравнивать с пацаном из Галгарии. Вот пацан из Галгарии лучше, чем этот. Грейф Диггер, да, который? Да. Вот. То есть, Грейф Диггер... Тоже 3-4, вот по харам-то такой же. Да. А вообще, вот эффект дискард-карты, гейн трех лайфов, насколько... Ну, вроде как он не суперсильный эффект он делает, как равенозная крыса, да, еще немножко хиляет, и хары у него вроде как не суперхорошие. Ну, то есть, вот он такой, короче, такой типа средненький. Вот типа средненький, да, получается. То есть, если Грейф Диггерами, ну, можно было бы сказать, что, ну... Там, конечно, частично зависит от колоды, но можно, в принципе, и играть и тремя, но вот тремя такими я бы, например, не стал играть. То есть, это оценка какая? Если мы будем ставить оценки вообще, Игорь? Ну, так, не на все, но... Не на все, да. Но это вот... Вот ты как бы высоко уже такого не хочешь выбирать или хочешь? Я... Ну, наверное, нет. То есть, вот в районе пика, ну, не знаю, четвертого, может быть. Это сильно... Это же не сильно высоко уже. Ну, нет. Вот. Ну, в районе пика четвертого, вот, но... То есть, где-то в районе, там, 2.75, что-нибудь такое, да? Ну, там, скорее, 2.5, чем 2.5. Вот, то есть, он... То есть, как бы, что называется, вот с таким эффектом он был бы хорошим, если бы он еще летал. Вот, но он не летает, у него нет никакого эвэйжена. То есть, он... То есть, он за достаточно такой, ну, примерно, дурной кост... Дурной? Ну, он хуже, чем Болос, например. То есть, даже если у Болоса убрать обилку, что он флипается, Болос за дурной кост 4.4 летает, дискардит. Вот. Ну, то есть, Болос, как бы, всяко лучше. Это колос-то, да. Ну, если мы как-то стригим... То есть, допустим, если у нас будет море дискарда, и мы разобьем руку оппоненту, и это будет нам помогать, это хорошо. Эффект одиночного дискарда, это очень слабый эффект. А если, допустим, у нас есть какие-то триггеры на лайфгейн, мы как-то там сможем это абьюзить. Хорошо. Но... А у нас нету никаких триггеров. У нас нет триггеров на лайфгейн, у нас нет триггеров на дискард. Это просто... Вот просто два таких вот эффекта, которые, ну, достаточно слабенькие. Это просто 3-4 по дискарде карту... С такими вот апсайдами. То есть, как бы, по гейне 3 жизни, ну, то есть, учитывая, что Оржов чуть больше... То есть, он менее агрессивен, чем Груль или там... Ну, это понятно, да, конечно. Менее агрессивен, чем Борос. То есть, как бы, ему эти три хита могут оказаться релевантными, но в Оржове ты должен понимать, что если у тебя все равно нету ранних дропов, то до этого пацана ты в среднем даже не доживешь. А если даже доживешь, эти три хита будут нерелевантны. Ну да, его сложно скастить на 4-й ход, в общем, это все знают. Хорошо, хорошо. Мы так долго задержались на нем, потому что мы въезжаем в гильдию, вообще с него начинаем. Он очень типичный такой для гильдии. Посмотрим, как дальше это все будет. Хорошо, Игорь, давай пойдем к чему-нибудь более простому. Будет у нас что-нибудь более простое? Да, будет. Вот такая рарочка. Вот эта рарочка, про которую я, в частности, говорил, что, ну, наверное, не стремно даже двумя такими играть. То есть, это эффект в два раза слабее, чем у Эли Шнорн, которая дает плюс 2, плюс 2, минус 2, минус 2. Да, вот, но вообще она, ну, по крайней мере, на драфте достаточно сильная. Это очень сильный эффект. Очень сильный эффект, да. Вот, плюс она просто сама по себе в каком-то виде может просто в одиночку выиграть игру. То есть, да, понятно, что если ни у кого кричей нет, ну, то есть, если у оппонента нет кричей на кладбище, она, естественно, ничего не нагенерит, но вообще... Только с оппоненткой выиграть, кстати, только с оппоненткой. Ну, да, вот я говорю, вот я поправился как раз. Но вообще она сама в одиночку, в принципе, может выиграть игру. То есть, она за 4 маны, там, начиная условно с седьмого хода, ставит 2-2 леталку. Вот им всем не хватает лайфлинга вот этим спиритом. Как-то вот там есть как бы тейса, который выдает, по-моему, да? Вот. Ну, то есть, все равно, конечно, это все... То есть, если, допустим, нас груули, там, начали давить сильно своими, там, вторыми, третьими, четвертыми агрессивными дропами, это кончат может особо ничего не сделать. Но, как правило... Но нам до него надо как бы дожить, а после этого у нас стояние на реке Агре. Если у нас есть хоть что-то, если мы хоть как-то держим стол, если мы хоть как-то более-менее стабилизировались или близки к этому, то Чарочка сделает все, конечно. Вот. Самый страшный эффект в мире Реоржовов, это просто чума. Привет, привет. Да нет, начали только начали. То есть, она просто половину деки оппонента просто... Да. Ну, или половину эффектов оппонента просто посадит в ноль, да. Так и есть. Окей, то есть, это хороший первый пик? Да, это хороший первый пик. Это четверка или это три с половиной? Ну, я бы сказал, что эта четверка, она... Ну, то есть, реально, это карта, которая условно в одного может выиграть. Условно. Ну, значит, наверное, четверка все-таки есть, да? Да. Хорошо. Вот эта карточка. То есть, там, ну, как бы она хорошая, рарка такая. Кстати, я хочу обратить внимание, ребята, очередной очень хороший энчантмент к вопросу об энчантах, да? И энчант револю. Файнал пеймент. Очень нравится мне карта. Игорь, скажи, пожалуйста, ты. Мне она тоже очень нравится. За две маны уничтожить существо в комановом слоте это очень хорошо. Более того, в аржовских цветах она, ну, очень уместна. То есть, во-первых, иногда мы можем утилизировать пацана, которого мы сдаем в чамблок, и поставить спирита, ну, вот, не потеряв ничего, в ранней игре, если очень жалко терять стол, есть пять хитов как ресурс. И я, на самом деле, долго думал, ну, как недолго, какое-то время, в чем смысл сакать энчант? Да, я вот тоже сейчас именно об этом думаю. У меня, я нашел один смешной ответ, но, возможно, он самый правильный. Какой? Вот. Вот если ты сейчас закроешь эту карту и отмотаешь чуть-чуть вверх. Отмотаю. Еще? Еще. Еще. И вот остановись. Вот. Вот это. Ну, соответственно, это вот такой вот вариант, который ну, прям, почему-то родился в моей голове. В остальном есть еще вариант такой, что когда, например, грулы или кто-то просплешенный на зеленый, начинает... Сакать бонсы, ну, свои-то бонсы можно сакать, как бы только тебе это не очень хорошо. Вот. Ты, когда они хотят, типа, смотри, вот эта моя крича под пацифизмом хочет потратиться вот с этой, с твоей, и когда это размен реально, ну, типа, просто я вот отдаю кричу, потому что она у меня и так бесполезна. Вот. Ты можешь эту пацифу утилизировать. Да, кстати, хороший-хороший вариант. Да, ну, или почему? Или в ответ на дизенчант, тот же самый, в свой энчант, да, например. Ну, то есть, как бы вариант поутилизировать энчанты есть, но я думаю, что это будет наименее используемая опция. Ну, то есть, смотри, получается, что это карта, которую практически всегда мы можем сыграть хорошо, и, как правило, а, да, кстати, проедать синюю обменяйся, да, тоже интересный вариант. Вот, значит, мы все равно выберем какой-то хороший вариант. Либо мы съедим кого-то, кто распадется на спиритов, либо мы съедим кого-то совсем ненужного, либо мы потратим пять жизней, а мы можем, в принципе, нахиляться там как-то даже вот тем же чуваком чуть-чуть, да. То есть, ты готов играть такими несколькими? Ты готов брать ее высоко, допустим? Ну, я пока не уверен, что я готов ее брать сильно высоко, но вообще играть хотя бы двумя я, пожалуй, готов. Ну, и, соответственно, чем медленнее оппонент, тем как бы они лучше, в общем-то, да, против игры может быть как-то так, вот, там одну и отсадим. Ну, короче, понятно. Короче, понятно. То есть, ну, где-то получается, это, наверное, все равно тройка-то минимум, да? Ну, да, типа там, 3-10. 3-3. Вот, у нас уже пошли сложные, кстати, оценки. Но начинать драться такой, то есть, первым пиком брать ее как-то не очень или нормально? Ну, мне сложно представить. Нет, то есть, конечно, есть те бути. То есть, П1-П1, ну, я не уверен, что я готов ее брать. Паш, не факт, что это лучший комановый ремовый, лучший не факт, это прям сильное заявление. Тот же самый пацифизм, а он же тоже комановый, да, у Азориусов, он может быть и лучше. Хорошо, я понял тебя, Игорь, я понял. Я понял. То есть, это все можно очень сильно дискутировать, это интересные карты, они непростые, да, как бы, вот именно поэтому. Как-то у Оржова сразу начинается интересно, то есть, простоты, вот как у Груулов, где все было прям предельно просто, здесь такого нет. Вот такой. Ты не расстраивайся, скоро дойдем. Скоро будет, да? Хорошо, вот такой. Ну, это, короче, такая очень странная леталка. Как эта мышка называлась, которая за 4 маны 2-2 с хаунтом? Я не помню, конечно. Ой, я тоже не помню. Это тоже сруль, по-моему, да? Какой-то, да? Какой-то сруль, убери с руля. Вот. Да. Но это чебурашки, и даже здесь вон на него похоже, видишь, какая голова. Да, 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 да. Вот, а вообще, вот про этого с руля у меня, ну, очень неоднозначное ощущение. С одной стороны, она хорошая. То есть, это за 5 маны 3-3 летает и плюс 2, минус 2 качает. То есть, это хайвей роберами мы играли, и как бы, и это было хорошо, а тут, типа, за плюс 1 3-3 и летает. Ну, типа, кажется, что хорошо. Ну, вроде как это. С другой стороны, я думаю, что это вот как раз усаживает нас в тяжелую часть Оржова, и она такая очень ситуационная. То есть, с одной стороны, ну, одну, понятно, скорее хочется положить в мейк. Оргер ПВН, спасибо за подписку, спасибо большое. Вот, хочу ли я положить вторую, или, не дай бог, третью, тут надо всецело смотреть на то, что у меня еще в колоде. Что до этого, да, в общем-то? Да, то есть, она вот как сама по себе, то есть, с нее начинать я, пожалуй, не готов. Вот, вот, но, имея понимание, то есть, взять ее может быть достаточно рано, да, вот, а взять достаточно рано одну, да, чтобы, типа, точно ее положить, и дальше собираться в, ну, как я уже говорил, условно, в агроконтрольный. Угу, угу. Вот, то есть, вот те мышки за четыре, которые с хаунтом, те можно было играть тремя, четырьмя легко. Здесь одна манка разницы в косте, ну, и отсутствие хаунта, это достаточно прилично. То есть, вроде как апсайд хороший, пересос двух хитов, но не критичный, да, то есть, вот о чем речь. Она не переворачивает стол, она как бы не делает ничего такого глобального. Ну, она не выигрывает игру, когда выходит, да. Она не выигрывает, ну, как бы, да, то есть, там, редкая ситуация, когда выиграет. Эх, понятно, понятно, но, то есть, это, опять же, это же такой вполне себе приличный команд, да. Ну, конечно, пониже ремувала, Игорь. Пониже. Пониже. То есть, я ремувал, скорее всего, взял бы поверх него. Поверх него, да. Конечно, долго бы думал, но, скорее всего, взял бы ремувал. Троечка, получается? Ну, типа троечка. Типа троечка, то есть, хороший, приличный, командовый чувак, ну, там, чувак, не чувак, но, в любом случае, а вот этого тоже надо банить, ретурна нету. Вот, понятно, понятно. Вот, когда нужен ретурн, почему-то у меня так, в прошлый раз, не банился. Попробуем, получится ли. Ладно, поехали дальше. Поехали дальше. Так, 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 вот, опять командовый чувак. Во, это вот, так сказать, одна из основ нашей армии. Бабушка, да? Да. Бабушка. То есть, да, понятно, она с таким слегка осложненным костом, но это замечательный второй дроп для нашей гильдии. она и 2-1, и Vigilance, и Afterlife. И вот, ее и так, и эдак хорошо, так, и эдак вкусно. То есть, играть 2-3, да, играть 2-3, и быть спокойным, что мы доживем до 4-го и до 5-го хода. То есть, бабушка такая, вот, умирает бабушка, оставляет дух, остается дух бабушки как раз один. Да, я понял, я разбираюсь. Привет, Ритург, спасибо, ты все равно быстрее меня. Спасибо, дружище. То есть, это отличная бабушка, липкая бабушка, как раз нужная нам бабушка. Это нужная себя спирита. Да, это нужная, хорошая бабушка. Хороший вопрос, что брать, бабушку или птицу? Ну, да, бывают одни старики, да. Вот, это сложный вопрос. Я бы взял бабушку, первую бабушку, точно над первой птицей взял. Скорее всего, да, первую бабушку над птицей, а вот если они там вернулись где-то попозже, уже бы думал. То есть, просто бабушками-то можно играть, как бы, в количестве достаточно запросто. Ну, примерно, да. А вот, кстати, бдительность-то и нафига, что за бдительная бабушка с единичкой на попе. Это что-то странное, какая-то обилка у неё. Лайфлинг, был бы вот лайфлинг, бабушка была бы мой просто конфетка. Да ты просто не понимаешь, смотри. Не понимаю. Мы идём в атаку, а после этого нам груль ставит пацана с хостом, и мы сразу его блокируем. Мы сразу его блокируем, размениваемся, да. Да. Ей сложно поворачиваться с радикулитом, тоже верно, да. А потом, Игорь? А потом духом блокируем. А потом ставим пацанов, которые уже останавливают весь этот груль. Вот. И... Или убиваем пацанов, которые... Она ставила нам груль. Да. Она хочет блокить, тоже правильно. А потом ставим за конвоу кого-нибудь, я понял, да. Да. Кентавра. Я понял. Хорошо. Вот, подожди, подожди, Женя, ты вот прямо сейчас... Вот между двух карт, которые... Вот ты вот Джудит, кстати, зря пропустил. Почему? Мы на неё сплажемся? Потому что на Джудит вообще прям надо сплэшиться, если есть возможность. Но это хороший сплэш для нас, да, очень. Это... Вот это просто... Я вот... Я сейчас в моей голове где-то крутится мысль, как играть морду в стандарте. Ну, это там, не знаю, может быть, идея Лирчику, конечно. Вот. Но то, как в целом сейчас работает Оржов, вот если бы Джудит была в цветах Оржова, это был бы просто топ, это был бы взрыв. Это как бы говорил Костя. Ну, блин. Но она только мультики не показывает. Да, только мультики не показывает. А я там, кстати, мультики показывает. Мультики-то мультики, но с токенов она не триггерится, как бы, но она их качает. Ну, понятно. Какая разница? Тут токены, даже если они 2-1 стали, а под чаркой они 3-2 летают. Ух! Какие мы оптимисты. Так, про констрактить завтра с Лирчиком, если даже... Да. Значит, что касается Каи. Как вообще ей играть? Игорь. Ей играть в лимитер примерно никак. То есть, как... Даже хуже, чем та Лилиана из М19, да? Вот. Слушай, Лилиана из М19, под нее хотя бы Shell можно было собрать. Билдили там зомби, я помню, там я как-то драл чувака там, у которого было зомби там 18 в колоде. Вот. А тут как бы, ну, а билки же, по-моему, просто не играбели. Я не знаю, первая там... Target card from single grave, game to life. Не-не-не, это просто ад какой-то. В принципе, она просто неиграбельна. Она просто в лимите неиграбельна. У нее каждая из обилок не делает ровным счетом ничего. То есть, она за три маны, может быть, тебя похиляет, но это не точно. За минус у нее очень мало целей с CMC1. Ее в основном главные цели это токены. Тоже, как бы, знаешь, сомнительная. За это жесть к этому. А за минус пять она такая говорит, ну, давай я там, не знаю, долбану тебя на три, похиляюсь на три и умру. Ну, или там не на три, получается, на четыре, может быть, останусь на столе. Но она в лимите неиграбельна. Это карта, которая пытается исправить ситуацию, опять же, в стандарте. В лимитед у нее... В лимитед это по пьесе Горького. Она где-то на дне. Полтора... Полтора один. Ну, туда куда-то. Полтора землекопа. Да, полтора землекопа. А Враз Каевский? Слушай, ну это Враз. Ну это Враз. Сегодня он играет Враз. Ну да, ну даже Тибальда, по-моему, что-то пытались там как-то. Сегодня он играет Враз, а завтра Родину продаст. То есть это хороший, отличный, ну как всегда. То есть с апсайдом, но с даунсайдом в виде коста. Ну да, но это Враз. Мы берем первым пиком Враз. Я посмотрел на Анкомана, но есть шанс, что да. Ну то есть есть Анкомана, которых ты возьмешь над Вразом? Да, Мартифай. Мартифай. Мартифай возьмешь над Вразом, да, например? Мартифай лично я возьму над Вразом. Не уходя далеко от Ржовов. Хорошо. Это не четверка получается? Нет, не четверка. То есть трешечка там с чем-нибудь. Трешечка с чем-нибудь. Я-то взял бы Враз над Мартифайом, просто потому что, в принципе, понятно, что у него сложный кост, но для меня вот этот эффект, он слишком силен. Это как раз Бордсвипперы с лайфгейном, там совсем, и очень комбится с нашими кричами, с липкими, со всем таким, да. Но Игорь, то есть, ну как бы, люди разные, мнения разные, это очень хорошо. Ну, как бы, так называется. Да, смысл в том, что для Враз... Не надо обсуждать Враз, хорошо, не будем. Договори, пожалуйста. Для Враз-эффекта, ну, в моем понимании, то, как мы планируем играть с Ржовым, этот эффект достигает, ну, то есть, его адекватно можно сыграть в тот момент, когда мы стабилизировали стол. То есть, это значит, что есть шанс потерять больше, чем, ну, реально свипнуть на стороне оппонента. А чем тебе нравится просто в стол оппонента его сыграть, например? А как ты выживать планируешь? После этого? Ну, до этого. А, до этого. До этого терпеть. Как Враз играют, да? Ну, да. Остаться в семи хитах и надеяться, что тебя не убьют. Ну, действительно, да. Типа того, как-то так, да. Нет, ну, в идеале, конечно, ставить бабушек, да, и что-то такое липкое. То есть, ставить липких бабушек. Хорошо, я понял. Я понял твое мнение. Вот, я чуть-чуть, как бы, здесь, наверное, все-таки с таким, с большим пиететом отношусь к масс-ремовуалам, тем более еще с апсайдом. Но, все понятно. То есть, действительно, Враз, как бы, обсуждать, то есть, его, по-моему, не дадут, все равно. Спасибо тебе, добрый Саша. Так, вот такой рыцарь гигантский. Семимановый гигантский рыцарь. Ну, я честно скажу, мне он не нравится. То есть, я даже с большим сомнением думаю, что ему найдется место. От безысходности, может быть. Ну, блин, ну, это 7 манок. То есть, несмотря на то, что эффект достаточно сильный, несмотря на то, что... Несмотря на то, что... Большой Афтерлайф 3. Но при этом опция ставить духа за, условно, ну, просчитаем, что за пацана с Афтерлайфом, поскольку он за не токены это делает. Ну, блин, это 7 маны. Ну, то есть, грубо говоря, да, его надо поставить, потом на следующий ход съесть двоих, поставить там своих вот этих вот... Они, кстати, флайнги, да, здесь тоже, ну, понятно. Угу. Вот, и что-то такое. То есть, это 3 бабушки, получается, да? То есть, Афтерлайф 3, в нем сидят 3 бабушки. Да. За 7 маны. 6 должны быть, 3 бабушки должны 6 маны, то есть. Ну, а он 7 маны становится активируется за 3. Понятно. То есть, на грани играбельности? Ну, пока кажется, что да. Пока кажется, что да. Интересно. Тоже интересно. Вроде как, если мы как-то врампимся в него, да, там, допустим, может быть, это повод как-то врампиться в него. Опять же, на Селеди, допустим, я бы предложил играть таким точно. На Селеди я бы смотрел свой набор. Ну, понятно. В первую очередь. Ну, говорю, то есть, вот это вот в конец, в ту стопку карт, которую мы достигли. Добиваем колоду. Вот там можно думать. Ну, мне кажется, что в среднем там для него место найдется один из трех раз. А вот эта карта, в которой место найдется всегда? Да. Ее сплэшить, с нее ее можно первопикать, все на свете. Ну, пацаны, знакомьтесь, это Mortify, если вы его не узнали со времен первой равники. Причем сейчас он прекрасен своим дизенчант эффектом. То есть, много, реально много поломанных энчантов, которые могут игру выиграть. То есть, для него, да, он стал лучше, потому, ну, то есть, как бы, когда он вышел в первый раз, там, конечно, были энчанты, но они были несколько слабее. Вроде их не так много было, да, то есть, таких вот достойных целей под ним обычно. Скажем так, они обычно были кричи-энчанты, и было релевантно просто вольнуть кричи и все. То есть, это первый пик. Это, типа, три с половиной, ну, не четыре, наверное, это же не по-моему. Три с половиной, да. Просто очень качественный ремоуал. Играем просто великолепно. Сколько дадут, играем, первым пиком легко берем, низко нам его никто не даст. Если чуть там ниже нам дают, значит, это уже сигнал, то все как обычно. Да. Все как обычно. Сплэшимся, допустим, легко, да? Сплэшится легко, вообще, если надо. Ну, он же в нашей гильзе. Нет, ну, если не мы, да, как бы. Вот, окей, понятно, хорошо. Вот такой он командовый понтив. Ну, это такой плевок в сторону аристократов. Такой, типа, зацените, пацаны, вот я тут такой аристократ. Плевок в сторону аристократов, это замечательно. Ну, как бы, вот дальше, чем плевок, это не зайдет. Ну, это мишка. Это мишка, который иногда будет активировать свою способность. Не часто. Вот. С другой стороны, это мишка, который отчасти позволяет нам выживать, жертвуя бабушек. То есть, бабушка Чамблок, этот Блок. Мишка, поедатель бабушек. Да, мишка поедатель бабушек. Вот. Ну, он хороший, это не первый пик. Где-нибудь, ну, там, где-нибудь свою вот. То есть, брать его или бабушку, я возьму бабушку. Бабушка лучше, да? Бабушка лучше медведя. Да. Бабушка лучше медведя, она тоже медведь. Вот, честно говоря, ну, я понял твою позицию, Игорь, да. Честно говоря, он мне очень нравится. Я не знаю насчет баб, как бы сравнения с бабушкой, но сама по себе вот эта обивка, она может делать следующее. Во-первых, она может на скорости инстант ставить духов. За дешево, за одну манку. Ну, понятно, что там еще надо, кое-что еще. Во-вторых, она, опять же, может на скорости инстант съедать всех вот этих огромных симиковских, огромных грулевских, вот это все вот гадость вот эту. Причем она еще переживает это все. Причем она съедает не только нон-токен, она съедает бабушку два раза. То есть, он сначала ест бабушку, потом доедает бабушку. То есть, он это делает хорошо, и вот эти все огромные там 6-6, вот эти вот краба там, крокодила, черепахи, вот все об него разбиваются махом вообще. Ну, то есть, я говорю, он хороший. То есть, я не уверен, что его имеет смысл прям первопикать, но его имеет смысл брать достаточно рано. Сколько? Ну, не знаю, в районе 2.75, может. Ну, вот я, наверное, чуть повыше бы его оценил, и мне кажется, что такие в деку нужны обязательно. Вот наша ранняя игра должна строиться, вот, комбинация бабушек, бабушки и вот такого. Слушай, ну, смысл в том, что для того, чтобы он начал работать вот так, как нам надо, нам реально нужна бабушка. Вот, бабушка для нашей ранней игры делает чуть больше, чем он. Ну, пожалуй, что так. 1-1 полет, что лучше, 1-1 полет или 1-1 лайфлинк? Странный вопрос, но, Игорь, ответь, Костя, раз, ему интересно. А мы за какую? А, за Оржов? Мы же сейчас про Оржов говорит, да. Повесим меня обзорщик, и вы что, ребята? 1-1, флайн-клайфлинк. Флайн, правильно, правильно. Так, экстралий всех из чатика. Вот. Но вот я бы поставил бы, то есть, тройку бы точно вот этому понтифу, может быть даже, может быть, типа 3.25, что-то такое. Вот, это не значит, что, как бы, ни в коей мере, что там я прав, а Игорь нет. Скорее всего, наоборот. Но у меня, как бы, тоже есть мнение. И мне кажется, что вот такой прям тоже обязателен для ранней игры, чтобы Оржовы играли хорошо, и чтобы Оржовы хорошо играли с Симиками и Грулями. Вот такие бабушки, то есть, какая-то умная комбинация медведей и бабушек, она прям суперобязательна. Маша и медведи. Маша, Маша и медведи, да. Маша это Маша. Ну вот, соответственно, нужно тогда на Машу два медведя. Окей, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Всех огромных, огромных, страшных, очевидных пропускаем. И у нас есть мифический ангел. Отличный мифический ангел. Умеет, ну, жаль, вот не Лайфлинг разве что. Вот вместо Дестача бы Лайфлинг, да, Игорь? Да, да. Да, может даже и вместо Виджиланса бы, да без разницы. Куда, вот нафига вот ему этот Дестач? Да и Виджиланс, вот нафига они ему дали бы Лайфлинг и Риген. О, Лайфлинг и Риген, Игорь. Не, 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 никакого Ригена. Нельзя, да? Дети не поймут. Нет. Нет, вообще нельзя. Никакого Ригена. Индстрактивл, да, Риген нет. Я понял, я понял. Что касается вот такого, в каком он виде есть? Отличный ангел. Отличный ангел. Это поломанный ангел? Нет, это хороший ангел, потому что он убивает оппонента за 5 годов, а не за 4. Ну, оценка. 4 есть? 3,75. 3,75. Ну, не, вот говорю, 4 или там, не дай бог, 5, это если бы он был Флайнг, Лайфлинг. И вот Afterlife 2 у него прям отлично, да. Смотри, у него статы и обилки немножко похожи вот на этого Азориусского Анкомана, который 2 белых, 2 синих. То есть тоже Флайнг, там он тот сам по себе Виджеланс, и тоже его сложновато убить. То есть этот липкий, тот как бы как синий титан, да. Но тот Анкоман, а этот мифик. Правда, у того Кост чуть сложнее. Но все равно какой-то такой... Я бы сказал, что эта карта хорошая, очень даже, но как-то все-таки прям для поломанного мифика она не дотягивает. Вот Игорь Ней-75 сказал, это очень, я очень согласен. Вот. Ну, вот что-то такое, да. Ну, говорю, но он хороший. Но первый пик нормальный, да? То есть вполне... Да, первый пик нормальный прям. То есть его можно взять, с него можно потенциально даже сесть, а можно его сплэшить, если очень надо. Ну да, но сплэш такой, как бы, такой, ну да. Морда мелкая. Вот он, да, вот Сфинкс. Вот они вот один под другим, как бы, фактически. Флайинг, Виджиланс, да, как бы не так легко убить. Вот они 4-3 за 4 маны, 2 флайера. Странновато как-то все это. Гилдмаг. Это гилдмаг. Это гилдмаг? Да. Это гилдмаг, и он... Стремно ситуационный. Странный, да? Стремно странный. Да, стремно странный. Стремно странный гилдмаг. Его тапающая обилка в этом сете работает хорошо, если на 25% существ. Вот. То есть он, наверное, ну почти что самый слабый из гилдмагов, которые есть вот прям в этом сете. Привет, не понял вопрос, ладно, как бы, может быть, чатик ответит, ага. Собственно, из-за 5 маны шок, ну то есть... А что это за обилка такая? Почему он не пересасывает, Игорь? Он же должен пересасывать за такие деньги. Ну, потому что пересасывать у Плэйнс Волкера, наверное, неудобно. Ну, оппонент, так бог с ним... Почему он не сосет? Я не понимаю. Вроде должен, понимаешь? Да нет, вот он, понимаешь, он сосет. Да, но в другом смысле. Ну да. Да. То есть в среднем это просто крича 2-2 без обилок. В поздней игре с сомнительным эффектом что-то делает. Но вообще это реально Мишка 2-2 инженилает. Ну, опять же, против Грулов, против Симиков он там будет тапать. Вот я говорю, 25% существует. То есть... Дырки в лицо это вообще непонятно, что такое. Если мы стоим стенка на стенку, он потихонечку пилит там что ли? Ну, типа того. Бабушка лучше. Конечно. Поездатель бабушек лучше. Конечно. Вот так, ребята. И ремовал тоже лучше. Ремовал вообще лучше. Ремовал может быть даже лучше бабушки, как ты считаешь? Ну, скорее всего, косты такие вот. За 2 маны черное-белое. Да. Слушайте, ну правда какой-то стрёмный килтмаг такой. По крайней мере, то есть он, конечно, он будет как-то работать. Вот. Но бабушка будет работать за двоих. Поедатель бабушек будет работать за двоих. А это будет за себя и то. В лучшем случае. За себя и то в основном... Ну, вы поняли. Нет, да. Но это не сайт, это мейн, это такой филлер, который что-то может всё-таки сделать. Почему нет? Кого-то там он втапает больших. То есть оценку скажи, Игорь. Да хорошо там, если 2 с мелочью. Ну, типа вот 2,5, может быть там 2,75 по большим праздникам. Нет, 2,2,75 нет. Ну, то есть, допустим, брать его высоко нет. Как бы брать с круга, ну да, нормально. Ну, с круга, да, с круга вполне себе можно взять, да. Вот так вот, ребят, представляете, какой гилдпак? Вот это, ну вот такой геймдизайн, да. Получается, что так. Ну, это медведь, и редко что-то лучше, да? Ну, может быть не так, чтобы редко, но не суперчасто. В отличие от всех остальных, там Рагдосовский, он просто ключевой для гильдии. Вот Симиковский, там тоже такие обилки страшные. Так, Тейза. Тейза Карлов. Тейза Карлов, ну, как бы, когда ее показали, я сразу сказал, вот если бы она была за 3, ей бы вообще цены не было. Вот. А та Тейза же была за 3, да, по-моему, Тейза Оржовского? Да. Вот. За 4 она чуть хуже, чем Тейза Карлов за 3. Она имеет смысл, когда, ну, ты реально имеешь к ней шелл с Афтерлайфом. Без этого шелла это просто крича за 4 маны, 2-4, и ничего не делает. То есть она, в общем, такая вот, у нее две оценки. С одной стороны это прям где-то 3,5, а с другой стороны 2,25. То есть если... Если набрал, а если не набрал? Да. То есть из серии в правильной колоде это просто бомба. То есть просто она вышла, и все, и у токенов есть все, что надо. Вот. А без, в общем-то, соответствующих хороших эффектов, ну, крича за 3 маны 3-3 лучше, чем это. Потому что она ничего не делает. Но ты готов ее брать до всех вот этих вот токеноплодилок, там, до всего вот этого? Или ты хотел бы сначала себе уже какую-то Оржовскую базу? Ну, конечно, я хотел бы сначала Оржовскую базу. Брать ли ее P1-P1? Да, да. Я бы очень сильно думал, серьезно. То есть здесь я не могу ответить, я хочу видеть весь бустер. То есть она просто как бы нигде работать не будет, скорее всего, да? Она не будет работать нигде, кроме Оржов и Стерлайф. Да, 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 на третьем паке. Ну, не всегда Ториадор убивает БК, это понятно. Вот. Но, тем не менее, то есть это можно пытаться брать первым пиком. Это, опять же, вот как Константин Чижиков любит говорить, эта карта с высоким потенциалом, да? То есть ее можно взять и дальше, если нам хорошо дают Оржов, мы в шоколаде. Ну, Оржов, он с Афтерлайфом будет все равно. И стараемся из близких пиков выбирать именно Афтерлайф, наверное, да? Вот. Вот это, кстати, вот с ней, допустим, бабушка становится лучше пожирателя бабушек, да? Вот это вот все. А если мы взяли ее, нам дальше не дают Оржов? Ну, не дают и не дают, и ладно, и положили ее там в сайт, убрали. Ну, типа, как обычно говорят, типа, не женись на первом пике. Да, да. Вот на этой точно жениться не надо, сто процентов. Вот, видите? Слушай, ну она хотя бы не вампир. Она адвайзер, слушай, она тапается под синего милищего чувака, ведь, да? Да. Вот ее куда надо, и он да сплэшить в мил, ребята. И он да сплэшить в мил, я понял. Она няшка, ну, кому няшка? А вот такой, кому нет, да. Ну, это первый дроп. Да. Как бы, брать его или нет, ну... Нам нужны первые дропы вообще? Ну, понятно, что нам в первую очередь хотелось бы вторые с Афтерлайфом, вот. Вот, плюс у нас там в белом есть, соответственно, наши, чуть больше наши первые дропы, вот. Вот, но такого можно взять. Он в блоке съедает чувака 2-2. Он разменивается с бабушкой и убивает душу бабушки. Вот, вроде как он особо нам не нужен, но это неплохая защитная карта на самом деле. Вот, на самом деле это неплохая защитная карта. Она не то, что нам не нужна. Нет, она нам может быть нужна. Она просто будет выполнять противоположные функции по сравнению с Рагдасами. То есть, смотри, ситуация следующая. Вот у меня есть просто пример такой, что... Вернемся там на шаг назад к предыдущему сету. Вот, Хавк в Боросе, ты хочешь брать его очень рано. Прям-прям мечтаешь его взять очень рано. Этого пацана, Оржов, ты не мечтаешь взять очень рано. То есть, ты возьмешь его где-то, ну, с серединки на половинку возьмешь, ну, как бы, ну, окей, да. То есть, ты не будешь его форсить прям, о, увидел, взял. Нет, такого не будет. Хорошо. Я понял. Хорошо. Так, 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 это все не наше. А, Грифон? Меня терзают смутные сомнения. Да, он по дняшку два раза срабатывает, правильное замечание. Он же на смерть. Да, я думал, еще какие-то триггеры, кроме Афтерлайфа. Извини, Игорь. Пока это еще немножко потерзает сомнения. Вот он срабатывает. Посмотрим, может, чем еще посрабатывает. Да. Два раза, два раза. Возвращаемся к сомнениям Игоря. Да, ну, им играть, в принципе, можно. Я, опять же, не уверен, стоит ли играть больше, чем одним. С другой стороны, это флайер. То есть, это bread and butter Азориусов. Как мы и говорили так. Ну, как бы, с карой один хорошо, но не всегда. То есть, смысл в том, что... Типа нормальный филер? Нормальный филер. То есть, нам на четвертый ход, в рамках именно гильдийских спелов, в среднем есть, что покастовать. Вот, и дальше вопрос, ну, как колода будет складываться. Ну, то есть, скорее всего, хотя бы одному место найдется. Понял. Что-то типа два с половиной, наверное. Вископа-вампир? Им, в общем, можно играть просто без зазрения совести. Не знаю, стоит ли играть двумя. Вот. Такого могут быть очень низко. Он особо-то никому не нужен, вроде как. Вот, с ним, как бы, ситуация следующая. Он у нас занимает, фактически, вот, самое главное место этого вампира, теперь, внимание, самое капитанское заявление, вот, как раз в третьем дропе. То есть, его хорошо ставят на третий ход, да? Да. То есть, он хорошо ставится на третий ход, он там стоит, может быть, он там съест свой ремувал, может быть, он съест какую-нибудь кричу. Ремувуля своего, там, 3-3 какого-нибудь, прекрасно было бы съесть. Типа того. Вот. Но, учитывая, что у нас в гильдии обычно на третий ход мы разыгрываем спел за две маны, второй. То есть, на второй ход за две, на третий ход за две. Вот. И держим ману под мишку с дестачем, и Instructible, вот. Ну, либо ставим его. То есть, он, он как бы занимает вот эту вот свою нишу, в которой в Груль, в Оржовах реально дыра. Спасибо огромное, Паша, спасибо. Спасибо, дружище. Игорь, нам пришел донат, мы богаты. Мы не умрем с голодом. Спасибо. Это очень приятно, правда. Извини, пожалуйста, Игорь. Да, ничего. Вот. То есть, как бы, реально в Оржове, в третьем слоте, в общем-то, дыра. Ну, вот она. Ну, так, скажем так, не дыра, но такая впадина. Впадина. Вот во впадину можно запихать вот это. Да. Ну, то есть, вот он как бы пытается закрыть вот это пространство. Все-таки, все-таки, нету вообще триггеров на получение жизни. Не видел, не встречал, не помнишь? И чат, не помнит. Слушайте, ну это же ужас какой-то. Ладно, грустная история. Поехали дальше. Это ремонт, которым мы готовы играть. Ты знаешь, им все готовы играть. Им груллы готовы играть. Им там рагдосы готовы играть. Вот будет бойня, вот за такие карты будет самая чудовищная бойня. Вот за эту вот, да? Она нужна всем, кроме Азориусов. То есть, ее хотят все ее... Ну, и Симиков, да, как бы Азориус, Симики. То есть, тригильдии ее хотят. Ну, хорошо. Вскрываем пустой бустер, в котором есть вот это и вампир. Вот, берем вот это, а вампир возвращается с круга. Все понятно. А вампир это вот такой, что ли, вампир? Ну, вот, да. Ну, понятно. За ним, который кругомет. За ним ворует. Да, Азориус сплэшится на нее. Тоже надо что-то делать. То есть, это на сколько высокий пик для нас, например? Достаточно высокий все равно? Это достаточно высокий. Это очень хорошая карта. То есть, вот даже ее половинка ремувала... А второй нету. Там, Игорь, просто нет текста на второй. Ну, ага. Ну, как бы... Это... Скажем так, в зависимости от того, сколько еще красного сплэша мы наберем, может быть, это будет шок за шесть маны. Да, 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 да. Это будет вот одна из тех ачивок, про которые мы говорили. Убить оппонента вот этой второй половинкой. Это мы попробуем как-нибудь сделать, конечно, обязательно. Там гейт обязательно найдем у него там какой-то. Я понял. Ну, то есть, это три с половиной, хороший, качественный или выше? Выше мортифая? Вот на втором бустере, допустим, ты возьмешь первый мортифай или ее? Наверное, первый мортифай. 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 А второй мортифай или ее? Второй мортифай. Второй мортифай. Я понял, да. То есть, это чуть хуже мортифая, но... Ну, слушай, как бы, смотри. У нас... Скажем так, у нее я не вижу применимости, чтобы она, типа, дала плюс три на морду нашему существу. А мортифай это просто ремок. Мы, кстати, поговорим про стратегию, как должны играть Оржовы, потому что... Это то же самое, как с Азориусами. Пока особо непонятно, как они должны играть. Все знают, как играют Груули. Все знают. Все понимают, что должны играть Симики. Даже с Рагдасами как-то разобрались с Ильей. Здесь пока еще не начинали. Карнивал. Дырка в кричу, дырка в лицо. Ну, то есть, вот первая половинка, ну, такая применимая. То есть, здесь вот на самом... А вот здесь как раз существует вторая половинка. Здесь-то да. Вот здесь мы можем посплэшиться и с нашими пересосами, вот этими, которые со сложным костом, мы можем как-то продискардить все-таки с трудом оппонента. Ну да, это такой слегка апнутый блайтинг. Ну да. Слегка, ну, по цене апнутый. Ну, и блайтинг, а он не две, но на Сил-3 тоже. Тоже самое, абсолютно. То же самое, да. Ну, здесь будет карнивал как опция. А первая половинка на сколько нам нужна? В мейн нужна? Или все-таки в мейн не особо нужна? Дырка в кричу. Мне кажется, это больше сайт против агрессии. Слушай, здесь мы просто можем отчасти насобирать... Ну, то есть, пока в Оржов, как мне кажется, больше всего и сильнее всего сплэшится, понятно, красный. Вот. Поэтому в Арактасе, как уже... Джудит, я бы сказал, да? Джудит. Соответственно, там есть все вот эти приколы с удешевлением стоимости, если оппонент случайно был подомажен. Вот она как бы... Она может быть и не нужна. То есть, не так много для нее целей. Ну, таких, чтобы, типа, убил и хорошо. Вот. Но в зависимости от колоды она вполне себе может занять свое место в мейне. Дополнительный апсайд... Извини, секунду, перебью. Активация черного спектакла. Черной половины нашей колоды, да? Да. Ага, ага. Ага. Ага, с другой стороны? С другой стороны... Средний тафнос, которым нас будут пытаться убивать, это трешка. А у нас... Тафнос именно. Вот. И мы блокаем кричей с пауэром 2 и добиваем. Бабкой, бабкой, блокаем бабкой. Да, блокаем бабкой и добиваем. Да и добиваем, понятно. Хороший, мне нравится план блоком бабкой добить. Вот такая карта наша, достаточно интересная, в общем-то, даже вот эта половина, её мы тоже обсуждали, там есть чарочки, с которыми она нереальная. Как тебе она вообще? У неё и вторая половина есть вполне приличная, в общем-то. Нет, вот у неё в первую очередь есть вторая половина, а первая половина в основном это циклинг. То есть она здесь, ну, левая половина, она, я бы сказал, ну, то есть это, опять же, карта в констракте. Нет, а правая половина? А правая половина на Тримугу. Особенно приятно, смотри, говорит, говоришь Грулю, на пожертву своего феерически толстого тушкана. То есть она в любом случае убивает лучшую крич у оппонента. Ну, грубо говоря, так, да? Ну, да. То есть, понятно, есть неприятные аспекты, когда мы вдруг самую толстую кричу уже запацифиздили, вот, и приходится что-то с этим делать. Но в этом случае, может быть, можно убить карту. Да, конечно, это дополнительная опция улучшить ультовую обилку Каи, которой мы не играем. Да, 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 да. Это уж совсем. А, и ты готов брать высоко такой ремоуал? Это анкомановый качественный ремоуал, в общем-то? Это, ну, как бы, это анкомановый эдикт. Я готов его брать достаточно высоко. Хитрый эдикт, то есть это не просто эдикт. Под эдикт мне там говна понапихать, а тут прям... Ну, на этой эдикт все равно. Ну, опять же, ниже Martify, ниже вот той плюс три, минус три? Ниже. Ниже тоже, да. То есть, все равно, это еще один качественный неплохой ремоуал. То есть, с ремоуалом Оржево традиционно все неплохо. Да. Окей, то есть, ну, понятно, там, оценку можете сами придумать, если как бы это... Ну, там, может быть, 2.75, что-то такое. 2.75, да. Да, где-то так. Хорошо. Хорошо. Дипоуз, вот эта часть, может быть, она нам будет для чего-то нужна. Ну, это Айс классический. Айс. Это циклинг с апсайдом, как бы, грубо говоря. Да, это циклинг с слегка темповым апсайдом. Для нас это, ну, просто сбить темп оппоненту, вот, и получить, что называется, на своей стороне дополнительный ход. 23-я карта? Скорее, да. Скорее, да. Но мы чаще всего будем играть в защиту, конечно. Чаще всего, гораздо чаще будем играть в защиту. Ну, то есть, понятно, что вот дисполуз и, соответственно, вот наша гильдовая, сбилитка в предыдущем, ну, как бы, это, да, сбивает темп оппоненту, но эдикт есть эдикт. Здесь, ну, то есть, если вдруг почему-то мы ушли не в морду, не в куда-нибудь, а в УБВ, ну, здесь тогда и вторая половинка становится релеванной. Флайерочков наставил. Да. Ну, это там, если что-то будет белосинее, там, что нужно сплощать. Ну, да, довин. Довин, ну, довин, так можно сплощать довина, да, почему нет, в конце-то концов. Так, это наша, это наша рарочка. Странная. Да, это, да нет, как раз рарочка-то нормальная. Нормальная ты считаешь? Да, я считаю ее нормальной. И вторую половину тоже? Нет, слушай, вторая половина это лава-экс. Да. Вот, то есть, как бы, понятно, что почти всегда мы будем играть только левую часть. В правую мы будем играть крайне редко. Скажем так, а почему у нас и правую половину, может быть, получится сыграть иногда релевантно? Потому что мы, вот, затянули игру, у нас там понаставили токенов, у нас есть какая-то адекватная атака, но ненамного. Вот, в основном, ну, в основном по воздуху. Вот, сыграли лава-экс, укрепили свою позицию по хитам и закинули оппонента за черту бедности, где он уже будет вынужден либо отвечать на наш летающий столб, либо мы начинаем следующую. Ну, вообще, это за 6 ману лава-экс. А вообще, эта карта, насколько высокий пик? То есть, насколько вот эта левая половинка у нее хорошая? То есть, ну... В нашем случае левая половинка очень хорошая. То есть, большинство из того, что... Ну, то есть, она, грубо говоря, возвращает все равно приличную половину, ну, то есть, больше, чем половину нашей кауды. Ну, то есть, там, не знаю, липкую бабку, например. Ну, липкую бабку или, там, джудит. Ну, почему нет? Да, все правильно. Убивает оппонента с одной жизнью. То есть, округленная вверх. Да. То есть, половину, вот он как раз одну жизнь директорно убьет. То есть, липкую бабку, там, джудит. То есть, ну, цели-то будут какие-то. Просто я не понимаю, насколько этот пик высокий. Мне кажется, это не особо высокий пик все же. Большую прощение. Не, ну, понятно, что это хуже, чем мальчик. Мортифай. Это у нас мерило в Мортифаях все будем измерять, да? Ну, почему бы нет? Мортифай, это, ну, не то, чтобы центральная карта нашей гильзии, но... Золотость. У нас много чего, да, вокруг него. То, ради чего стоит играть о ржевом. Хорошо. И во сколько бы ты оценил эту карту? Ну, я бы сказал, что два с половиной. Да, это хорошая оценка, я очень с ней согласен. Зарплату в Мортифаях подадут. Это вполне, то есть, такое. Это можно их потом превратить в деньги легко, я думаю. А такой вот эффект, как там называется, Азориус-Черма, да, уже говорили? Такой вот эффект, я полностью согласен с Сашей. Пацаны, ну почему вторая половина Нимс там, ну? Ну, скажем так, для нашей ситуации, для нашей гильдии, это сильно сбивает темп оппоненту, левая половина. Правую, ну, если мы сплэшемся в синий вдруг почему-то, то, в общем-то, ну, можно поставить за пять ман серого ангела, да. Понимаешь, у нас же не так много ивейжена, по крайней мере, из того, что вот мы видели, да? У нас ивейжен-то в основном азориусовский. Это к вопросу о том, как, в принципе, должны быть аржовы. Да слушай, у нас все токены наши вейжен. Ну, токены, да, кстати, только токены. Как мы должны вообще, как должен играть аржов? Или мы потом, давай лучше потом поговорим. Когда мы разберем все, потому что пока не совсем понятно. И оценка в итоге? Ну. Тоже два с половиной или выше? Два семьдесят пять. Два семьдесят пять. Все-таки это ремувал какой-никакой, да, как бы, такое вот. Не обязательно нам играть это рано. Хорошо. Мы закончили мультикалоры. Давай пойдем по белому. Артефакты всякие там эти мы особо рассматривать, наверное, не будем. Ангел, слушай, в артефактах я просто скажу, что вот медаль. Сейчас я тебе покажу медаль. Давай. Говори про медаль. Вот. Глазов килдпакт. Глазов килдпакт, да. Это наша карта. Ну, да. То есть у нас все токены двухцветные, у нас большинство всех наших медведей. И вот на самом деле у нас большинство карт кричевых, они реально мультикалорны. Кстати, очень много, действительно, вот из тех, которые вы посмотрели, там очень много хороших команов двухцветных. Да, токены двухцветные, все это двухцветные. То есть медалька нам будет, это вот та самая дека мечты вместе с Тейсой, куда там все вот это вот, и сама Тейса, как бы и все такое тут поставили и убили спиритами, например. Да. Вот как вариант, как вариант, может быть нам как-то играть и надо. То есть вот, вот это артефакт, ну он, вот я бы сказал, что этот артефакт только про ржов. То есть ни про какую другую гильдию больше. Ну, там про все остальные меньше, чем про ржов. Угу, угу, угу. Черно-белая веня. Черно-белая веня, хорошо. Черно-белый агроконтроль, я попросил. Черно-белый контроль. Черно-белый. Хорошо, про ангела говорить будем или поставим ему четыре с половиной и отпустим гулять? Поставим четыре с половиной и отпустим гулять, с ним все понятно. С ним все понятно, да, действительно. Увидел, взял. Увидел, взял, не увидел, не взял, ну что там. Как бы там. Так, эскалация, экзальтация, англическая экзальтация. В общем, с одной стороны, я считаю, что это полная хрень. Вот, ну, просто, просто полная хрень. Вот. Собственно, ты на четвертый ход, я с трудом представляю ситуацию, когда ты хочешь поставить ее. Вот поставить ее где-нибудь на восьмой, когда у тебя уже стоит пять токенов, и один из них будет ходить в атаку на десять, провоцируя оппонента либо блокот, либо умирать? Нет, игру. Знаешь, знаешь, где она выигрывает? Она выигрывает там, если у тебя, допустим, есть один токен спирита и много других кричей, всяких стен там, то, что у тебя держит стол. Ты ее поставил и убил там за пару ходов, например. Вот что-то такое. Ну, вот смысл в том, что где-то в моей картине мира эта карта плохая. Но я уверен, что я ошибаюсь. Вот так вот. Понимаешь, смысл в том, что в моем мире она плохая. И я не представляю, по крайней мере, сейчас ситуацию, при которой я хочу ей играть. Потому что это не экзалтит в том виде, в котором он существует. То есть до этого каждая крича с экзалтитом, которая была, ну, почти каждая, она сама по себе что-то делала. А эта карта сама по себе ничего не делает. Ну, то есть, смотри, вот так я тебе скажу. Если мы планируем как-то столить, очень медленно развиваться и идти вширь. Если мы можем хорошо защищаться и можем помочь, ну, в смысле, позволить себе потратить четвертый ход на то, чтобы не сделать вообще ничего. А вот, ну, вот как-то вот тогда может быть... И при этом у нас в колоде минимум девять карт с эффектом Афтерлайф. Ну, тогда, наверное, да. Тогда, наверное, да. И то. Ну, то есть это сильно круговое что-то, которая... Карта, которая будет работать в очень специфических колодах. И то, как бы... Ну, то есть, смотри, ситуация такая, что это наверняка может оказаться картой, которую я сейчас говорю, что, блин, это... Ну, хрень. Ну, типа, там, хорошо, если два. Вот. А потом, в итоге, вот, я начну играть, и просто произойдет переосмысление, и это будет, блин, да, это вообще огонь. То есть, я допускаю, что это может быть вот такая карта. Если она кому-то и нужна, то именно Ржовам. Больше-то, скорее всего, никому. Ну, или, там, Азориусом, как бы, на стенах, там, вот, классическим УВ флайером, которые тоже ушли вширь, там, как-то держат землю, вот этим, там, своим анблокаблом одним ходят. То есть, это карта для одного атакера. То есть, одного атакера с эвейженом, а, допустим, там, одного атакера, там, с анблок... Ну, как бы, флайера анблокабл, а остальные стоят. Странная какая-то такая ситуация. Ну, окей, я понял тебя. Я понял. То есть, мы ее оценивать толком не будем, поставим два с половиной из уважения, но... С возможным потенциалом. И, как мы уже говорили неоднократно, такой карты нас, скорее всего, выиграют и не раз. Да. Окей. Такой ангел нужен нам? Нет. Окей. А знаешь, почему? Потому что я, скорее всего, не хочу играть больше, чем двумя гилдгейтами. Потому что я, может быть, хочу увидеть гилдгейт на первый ход. Абсолютно точно я не хочу ставить два гилдгейта подряд. То есть, ты боишься, что мы потом темп не восстановим этот, да? Потерянный? Конечно, потому что у нас... Наша защитная игра начинается на второй ход. Как бы смешно это ни звучало. Угу. Угу. Один-два гилдгейта, да? То есть, в оптимальных аржоурах. Я вот думаю, что да. Ну, то есть, типа, нам как-то надо стабилизироваться в смешанные косты. Понятно. А Рестерзил? Я думаю, что если все-таки у нас получится как-то играть все-таки аграржовым, это хорошая карта. Вот. Но я бы сказал, что это... Если и комбат-трик, то только на блоке. А гараржов это бабки атакуя, да? Да. Это бабки атакуя. Окей. Ну, то есть, в защите. Нам его скорее придется играть все же в защите, да? Ну, или там где-то в районе летала там как-то уже. Ну, то есть, как бы, эффект плюс два, плюс два за белую ману достаточно сильный. Ну, обычно, в общем. Обычно. Ну, то есть, как бы, вот эта карта, ну, она лучше, чем Mighty Leap. Угу. Чем-то. Ну, то есть, как бы, в среднюю я бы... Ценой. Ну, да. Но Mighty Leap всегда дает по лету, а это только по праздникам. Ну, нам они нужны вообще? Я бы сказал, что скорее нет. Угу. 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 А вот такая, про которую мы уже говорили немножко... Это карта, про которую я позволю себе, опять же таки, процитировать Сашу Жилина. Но его предыдущий обзор, не последний, а предыдущий, это карта, которую хочется иметь в сайдборде, знать, что она там лежит, и больше никогда ее не сайдить. Согласен. Тут видишь, Паш, что... Ага, говори, Игорь. Потому что целей у нее, целей для нее не так много, а она на скорости сорсера. То есть, они становятся Power 4+, ну, либо, по сути, грули, либо симик, которые включились и уже пошли тебя прям навешивать, а ты после этого, не знаю, хочешь что-то делать, а не на скорости сорсера их убивать. Ну, вот такое. То есть, глубокий-глубокий сайт. Видишь, в чем дело, Паш? Ну, здесь не совсем. Нам все-таки ремовал-то гораздо нужнее, чем прокачки, чем трики. Этот трик, он не делает то, что делает ремовал в нашей колоде, мне кажется. Но что-то делает, может быть. Вот такой массовый, массово качающий слон. Массово качающий слон нам нужен только, если у нас реально много Afterlife'а. То есть, если у нас много летающих посещат. То есть, это такой недоангел из M19 и недо-реинфорсмент из того же M19. Вот. Ну, то есть, как бы, это слон вошел, дал спири там плюс-1, плюс-1, парочка из них сходили ватт. В принципе, одного можно положить. То есть, нормальный филлер, да, как бы-то? Опять же. Ну, да, да. То есть, как бы, если у нас есть... То есть, если у нас колода получилась такой, что мы не мишки... Ну, то есть, серия не тупо мишки 2-2, который умер и ничего не сделал, а у нас мишки, которые после себя дух вставили. Ну, да, вот он, как бы, слоник вошел и сделал нашу атаку разок чуть получше. Понятно, понятно. Вот такой пегас, вот такой второй дроп. Отличное конище. Про нас. Про нас. Ну, допустим, хуже бабки? Хуже бабки. Хуже пожирателя бабок. Хуже пожирателя бабок. Хуже гилдмага. Лучше гилдмага. Лучше гилдмага. Вот так вот. В смысле? Ну, этот хотя бы что-то делает. Этот блокает лучше, чем гилдмаг? У него третья задница, в общем-то. Ну, да, более того, хочу обратить твое внимание, на нем есть строчка, которая называется флайинг. Да. Это эвейджин начнем с этого. Которого нам не хватает. И вот, может быть, такими конями нужно убивать под тем анкомановым энчатментом. А, Игорь, набираешь кучу таких коней? То есть, колода 20 коней, 4 энчатмента. Нет. Я бы сказал, нет. Нет, все-таки не нравится вариант, да? Ну, в смысле, 4 энчатмента нет. Вот, как бы, смотри. 22 коня 2 энчатмента, согласен? Нет, 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 ты не прав. 16 коней, 4 энчатмента, которые дают экзалтинг, и 4 энчатмента, которые дают плюс 1, минус 1. А, окей, хорошо. Хорошо. Ну, то есть, на самом деле, хороший конь, действительно, он нам вот вполне, в общем, в идею деки он вполне ложится. Вот, кстати, отличный комановый дизенчант, который, ну, я не знаю, вряд ли, наверное, все-таки можно играть мейном, но в сайде такой нужен супер обязательно. Может быть, его даже высоко, мне кажется, брать достаточно там надо. То есть, на круг его отпускать страшно. То есть, его на круг, скорее всего, отпускать не надо. В районе 6 пика его можно взять, 6-7. А смысл в том, что пока непонятно, ну, по крайней мере, мне непонятно, действительно ли каждая колода будет иметь для него цель? Ну, скорее, нет, чем да, конечно же. Слушай, на М19 так же казалось. Просто, энчанты, есть энчанты, которые, если ты на них не ответишь достаточно шустренько, то они могут легко выиграть игру. Мы сегодня такое уже видели, и вообще, мы во всех цветах такие видели практически. Да. Не говоря там про огни, там, тапающие энчанты, там, ну, что угодно. То есть, вот, как бы, смысл в том, что есть риск, что эта карта может стать мейновой. То есть, изначально она может быть и не мейновой, но я, ну, не то чтобы готов ставить деньги на то, что она, скорее всего, перекочует мейн в мейн. Но близка к этому. У нее есть потенциал стать мейновой. Это очень хорошая оценка для такой карты, поэтому берите, ребята, ну, не ждите их низко. Низко их таких не дадут. А такой спирит, может быть, это нас будет спасать от агрессивных оппонентов? Может быть, так должен выглядеть идеальный третий дроп для Оржова? Это хороший третий дроп для Оржова, который говорит, па, ца, ны, давайте, вы пойдете в атаку не втроем, а сходит кто-нибудь один. И то темпом обломаем. Вот, то есть, эта карта, которая в нашем случае для Оржова, реально вот дает тот темп, ну, вернее, сбивает темп оппонента таким образом, что, ну, как, по сути, Айс у этих, у Азориусов. Да, и есть блинк, это правда. Блинк тоже очень хорош будет. Меня терзают смутные сомнения, кстати, касательно блинка. Ну, мы потом поговорим, то есть, есть как бы карты, вот-вот, и это одна из них, которая с блинком работает очень хорошо. Ну, то есть, тут сложноватый кост, но ты готов брать ее, в общем, ну, достаточно высоко, скажем так. Да. Даже не отпускать на круг. Не отпускать на круг, потому что у нас реально провал в третьем дропе. То есть, это чувак лучше лайфлинкера? Да, конечно, да. Конечно, да. То есть, это неплохой филлер, это прям отличный филлер, да? Или даже не филлер, может быть? Сложно сказать, здесь не могу. Ну, тройка точно? Ну, в районе тройки. В районе, то есть, минус туда-сюда. То есть, минус туда-сюда. Такой нам нужен хоть для чего-нибудь? Нет. Ну, то есть, вот это может оказаться филлер. Вот это, да. Что это такое? Вопрос из чатика, лучше ли чувак 3-3 бабушки? А нет, 2-1 с вторым Афтерлайфом. Это рарки, что ли? Я не понимаю. Ладно, потом дойдем. Вот это, ну, наверное, не очень хороший филлер же, да, Игорь? Как бы нам такой... А, все, я понял вопрос из чатика. Мы дойдем до Спирита за 3 маны 2-1 Афтерлайф-2. Нет, Спирит 2-1 Афтерлайф-2 лучше. Чатик какой? Прямо нас это, прям гонит вперед куда-то. То есть, такой, это, наверное, 25-я карта в колоду, да? Ну, типа, скорее, да. Типа, лучше не играйте, дети, таким. А вот этот, про которого мы говорили еще на Азориусах, да, и там в чатике активно говорили. Мы берем, 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 берем. Про неиграбельность такого, да? Да, играбельность, я уже сказал, что у нас... Много мультикалоров, да. 2-3 колоды, ну, я... Ну, то есть, как, зависит от того, сколько черного ремувала нам дадут, чисто черного. Вот. Будет зависеть осмысленность его в нашей колоде. В среднем, если у нас случится ситуация, что мы больше играем реально с плитками и, ну, вот, нашими мишками с Afterlife или пожирательным бабушек, то это пацан просто великолепный. То есть, мы просто его поставили, его поставили, потом поставили бабку, потом поставили еще бабку пожирать для бабушек. И вот этот чувак, у него, конечно, впереди сабля, а должен быть посох, и там должен быть нарисован Гендальф, типа, ее шел на пас. Да, 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 да. Ну, смотри, на втором бустере, то есть, ты сидишь в Оржовах, на втором бустере ты вскрываешь такого и бабку. Кого возьмешь? Сложно. Скорее всего, его. Скорее всего, его. Понял тебя. А вот такой. А вот, вот на третьем точно его возьму. На третьем точно его возьму. Вот такой. Ну, такой, блин, такой себе. То есть, это должен был быть, на самом деле, Сол Варден. Вот Сол Вардена точно бы взял, а такой, ну, не знаю. Меня терзают смутные сомнения, думаю, что нет. То есть, только если мы вдруг по какой-то нелепой причине во второй дроп доберем мало, только тогда я бы его взял. Может быть, сайт против игры? Ну, не уверен. И даже так не уверен. Хорошо. Вот он, блинг. Про блинг Игорь сказал, что не уверен. Но про блинг все достаточно просто, мне кажется. Чем больше кричей с ЕТБ, тем он лучше. А у нас нет кричей с ЕТБ. Ну, как же, вон там один есть точно был. Ну, да, еще вот можно птицу за пять ман передринуть. Птица, пожалуйста. Вот этот чувак, Ламбер, там что-то. Да. Ну, вот у него мы сейчас тоже дремя. Ну, вроде как. Вроде как особо блинг такой. Ну, как бы, а особо-то блингать некого. То есть это, скорее, единственный вариант, для чего он нам нужен, это спасать своих от чужого ремоула. Спасать своих. То есть, типа, сайт против чуваков с большим количеством ремоула, что-нибудь такое. Там, или там, ну, понятно, короче. Я понял. Это очень, я очень люблю блинг эффекты. Я, ребята, с самого момента ли блинга я стараюсь всегда играть блинг эффектами. Но в этот раз он как-то выглядит слабее. Но я говорю, нет малдрифтера, нет шерикмор. Все плохо. Так, а Night of Sorrow. Совсем филер какой-то, да? Ну, мне он совсем не нравится. То есть, совсем филер. В лучшем случае, из-за 5 мады, ну, 4-4, там, считаю, дополнительные хары эти. Ну, блокнет он, там, двух крич один раз, там. Если бы он мог блокать любое количество кричей, может быть, он был бы лучше, да, чтобы спасаться от арфа-страйка. Ну, как? Ну, то есть, ну, вот, ну, вот, есть, короче, в, там, в равнике предыдущих. Слушай, а где у него глаза? Ага, ладно, говори, Игорь, извини. А он, это, фолс-профит, он слепой. Понятно, я понял. Вот, собственно, ситуация такая, что, ну, вот, был пацан, короче, у этих боросов. За 5 маны, 3-3, Vigilance, на входе тапает до двух существ. Вот, тот был бы вообще великолепный. Вот, и вот сравнивая вот эти две кричи, причем, что ту, в Урале, ну, там, с кругом не всегда возвращалась, но бывало. Но вот этот хуже. Да, конечно, хуже, тут прям 100% хуже, вообще. Окей, окей, не играйте, дети, таким, но только, как бы, как на уровне 24-й карты в колоде, вроде как. Так, иногда, может быть, его можно сайдить как-то, но такое. Вот это чудище страшное. Вот, я сразу хочу сказать, если вы в Каладыше думали, что вы знаете, как выглядят машины, вы ошибаетесь. Вот, они выглядят вот так. Потому что вот этого пацана реально садятся другие пацаны, вот, и она начинает совершать непотребство. Чудище страшное для утех сексуальных. Какая-то анекдота, да. А играть-то мы таким будем? Брать мы такой будем? Брать мы такой будем. Я не хочу брать его первым пиком, но за 5 маны 4-5 Vigilance, ну, иногда 6-7 Vigilance, ну... И иногда все-таки разные обилки, да. Да. То есть это что, это тройка? Ну, где-то вроде 2-75, скорее всего. 2-75 с возможным потенциалом, да? Да, интересно, интересно. То есть вот если бы он мог токенов забирать, ну, он был бы лучше, а так нет. Ну, он токенов отдает, наоборот. Подожди, или там на дай? На дай. На дай. То есть не Afterlife не триггерится, да? Нет. Вот это минус, конечно, немножечко, да? Слушай, если бы там Leaves the Battlefield на Afterlife было, было бы, знаешь... Да, да. Ну, понятно. Ладно, вот он, вот он, тот самый, про которого спрашиваешь. Вот, вот это, вот это наш третий дроп. То есть если их вот дадут 4, я возьму 4. То есть это третий дроп мечты наш? Ну, это наш третий дроп. Ну, это откован. Ну, слушай, мы тут и мифики обсуждаем, что теперь? А высоко ты брать его готов? Скорее всего, да. Почти всегда, да. Тройка выше? Тройка. Тройка. Это хорошая, очень качественная крича. Да, это одноцветный анкоман. Их будут брать Азориусы с огромным удовольствием. Низко такой никто не даст. И чем больше вы возьмете, то есть, ну, грубо говоря, это нормальный первый пик получается. То есть не супер первый пик, но нормальный первый пик. Ну, такой. В относительно пустом бустере можно брать. Правильно? Да. Если я понимаю. Ну, в относительно пустом бустере его надо брать почти не глядя. Почти не глядя. То есть он гораздо лучше гилдмага, опять же, возвращаясь к гилдмагам. Да слушай, гилдмага вообще по возможности лучше не брать. Лучше даже не упоминать. Я понял, да. Я понял. А нужна ли нам кошка? Скорее нет. Лирчиков в чате нет, поэтому можно говорить правду. Кошка стрёмная, брать не надо. Окей. А вы считали, сколько хороших Афтерлайфов вообще? Просто интересно. Не считали, но много. В смысле, они их 7 почти хороших. Хороших? 7. Вот Игорь считал 7 хороших Афтерлайфов. Сколько из них комановых? Три, по-моему. Три комановых? Про массовая прокачка такая странная защита. Я не хочу ей играть. Я тоже. Ей, кстати, никто не хочет играть. А играть будут? Ты же понимаешь. Конечно. Собака, защищающая наши паломы. Собака, защищающая нашего ангела. Нашего ангела, например, да. Ну, смысл в том, что, скорее всего, вот собаку я даже готов где-то взять, например, одну. Может, ну, две я не знаю, но одну. Ну, вот, и вот если сравнивать с вот тем демоном из Рагдоса, вот я с большим удовольствием возьму собаку, потому что собака мне позволяет выживать, вот, а... А что за демон из Рагдоса, извини? Ну, который Рагдосовский демон, когда дохнет один туэнни-таргет. А, понял. За одну ман подойдет. Да, вот. Ну, то есть, как в моей картине мира, собака в Оржове повыше, чем он. Ну, он... Собака тоже вполне защитная, она такая прилично защитная, плюс еще одной обелкой. Да пускай в стандарт идет что угодно, а не про стандарт же речь сейчас. Собака сидит и ждет, пока мы вскроем паломы. Ну, конечно. А если паломов нет, тогда демона, конечно. Ну, если паломов нет, тогда одна собака будет защищать другую собаку. Что делать? Окей. То есть, ты готов играть собаку, в принципе, даже без суперполомов? Да, да. То есть, это хорошая, нормальная, защитная карта. Очень интересная чарочка, Игорь. Вот такая чарочка. Мы тоже про нее немножко уже говорили. Ну, смотри. Здесь ситуация такая, что я не уверен, что я хочу ей играть. То есть, вот она нормальная, когда у нас все-таки есть чудесный перекос во флайеров и когда это не токены. Вот. А иметь вот марку как защитный элемент, ну, проще иметь тогда трик за копейку, который еще в комбате иногда леталого раздает. Ну, то есть, как часто мы будем играть марку адвантажно, съедая кричу оппонента и оставляя свою? Раз из пяти, наверное. Здравствуй. Один из пяти, да? Один из пяти. То есть, плюс один на море. То есть, понятно, что там есть какой-нибудь странный трик, что почему-то в нашу мейнфазу нам оппонент играет ремул, который плюс три, минус три, а мы в ответ в нашу мейнфазу и разыгрываем ее, и потом еще идем в атаку на дохрена, но это больше про влажные мечты. Ну, то есть, смотри, там чатик про ЛСВ, про три с половиной. Смотрите, ребята, если мы ее играем на лайфлинкер и лайфлинкер выживает, то есть, не размениваясь в комбате, а съедая, это супер адвантажно. Если мы надеваем ее на поедателя бабушек, и он выживает, это очень клево. Но это какие-то локальные ситуации. Во всех остальных случаях она такая. Я не знаю вообще, какому трику можно давать четверку и даже три с половиной. То есть, я очень сомневаюсь вообще. Этот трик называется Mortify. Трики у нас такие теперь, да? Я совершенно категорически не согласен про четверку, конечно. Это 100% хуже большинства ремувла. Это, собственно, потом с ремувлом и разменяется, как бы, в ту же самую минус один. Но тройку, наверное, можно поставить, как одному из лучших триков в белом цвете, да, в принципе. Но не больше-то никак. Ну, я даже прям... Даже тройку, может быть, не поставишь, да? Я не поставил тройку. Ну, вот такое. То есть, им играть можно, им играть вполне можно. Да, два с половиной три, что-то такое, да. Ну, то есть, вот, как говорят, 2,75... Да, 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 да. Вот я тоже согласен. Вот. ЛСВ, Сакс. Пускай все знают. Ганс, Сакс. Ганс, Сакс. Игорь, скажи, пожалуйста. Ну, как? Мы, естественно, убиваем по воздуху в основном. Это нормальный тушкан-останавливатель. Это темповый, хороший тушкан-останавливатель. Сколько ты хочешь такими играть? В идеале. Наверное, два. Наверное, два. А если сравнивать ее вот с этим триком... С Мартифаем? Нет, ну не с Мартифаем. Вот с этим триком. Ну, конечно, я возьму Скай Тисер. Скай Тисер. Ага, я понял тебя. То есть, ты возьмешь гарантированный эффект над каким-то таким вот эфемерным, возможным, более... Окей, я понял тебя. Так, налоги давайте пропускаем сразу. Налоги. А что в этой картинке происходит? Это можно мне объяснить вообще? У него изо рта сыпятся деньги. А другой рукой он почему себя за голову держит? Ну, потому что у него голова болит, он не может 2 ман заплатить. Я понял. Ты познаешь, когда головная боль, у тебя вот это... Бльет за ротом, да? Так сказать, до тошноты. О, господи. Нет, я понимаю, просто мне кажется, что он нарисован достаточно странно. Какой-то художник не очень постарался. Ну, и знаменитый I await your donation, да? У нас тут было сказано, что это моя бывшая так говорила, да? Вот, окей. Хорошо, хорошо. Мы не будем это в Лимите обсуждать, как бы. Ну, это, то есть, это можно, конечно, как-то пытаться сломать, но это надо прям совсем, чтобы все старались. И ты, и оппоненты, все вместе. А вот такой, да? К вопросу, Игорь, шпилит ли спирит, да? Да? Возвращаемся. То есть... Каждый летающий спирит шпилит. Да, каждый, каждый летающий. Даша, бывшая, логично, да. Каждый летающий спирит шпилит. То есть, насколько нам эта карта нужна? Нужна. То есть, она спасает наших спиритов, допустим, от того злобного гоблина, который всем по дырке раздает. Да. Она делает какие-то возможные размены лучше. Она сама летает, что тоже в общем... Она сама летает, а хочу обратить внимание, это спирит, который летает. Удивительно. Это нормально. Это нормально. Мы берем такие высоко? Да. Мы хотим таких несколько? Два. Это тройка или выше? Это 3.25. Окей, я понял тебя. Вот такой недоремовал. Да, почему это недоремовал? Хорошо. Я понимаю... Это нормальный доремовал? Да, в общем, опять-таки. Саша Жилин, на самом деле, в этом цвете уже много всего сказал. Мне даже иногда стыдно повторять. Не повторяй. Давай ссылаться. Да нет уж, я повторю. Но повторяй. Единственный минус этой карты, что она не играет за блокера. В остальном, эта карта за две маны, которая убивает, ну, в среднем почти каждого атакера. Да, крокодила, который пошел в атаку, она не убивает. Можете мне не рассказывать, я знаю. Она, Игорь, в ответ ловит вот тут чудовищную чарку ЛСВ, имени ЛСВ, и мы проиграли партию. Нет, надо просто играть подобный ремовал до блока, если у оппонента открытая белая маны. Чё, как маленький вообще? Ну да, тоже. Как первый раз в лимите ты играете, ну вообще. То есть ты готов играть такими несколькими? Ну, одна-две, да, учитывая, что на скорости сорсерев свой ход у нас иногда есть окна как раз типа на две маны. Ну и типа за две маны шибануть тушкана, которого мы тут вот недавно сблокали или по какой-то причине, нелепой причине не убили. Ну... Потому что сблокали его бабкой, напоминаю. Тогда, да, это понятно. Тогда критический вопрос. Кто лучше вот этот ремовал? Дешёвый, темповый. Или вот этот ремовал, дешёвый, темповый. Два комановых... Это от комановой. Хорошо. Два ремовала. Ну, ремовал за копейку говорят лучше. Ремовал за копейку лучше. Потому что он за копейку. Потому что он за копейку. Я понял тебя, да. То есть, когда не додали вот таких, приходится играть вот такими. Ну, когда не дали один ремовал, играешь другим ремовалом. Хорошо. Хорошо. Такой. Есть ощущение, что одним бы я играл, но он такой себе. Он необязательный. Но им можно играть, и скорее всего им придется играть. Был бы он 3-2, Игорь? Был бы он 3-2. Но не супер, да? Ну, не супер. Не супер. То есть Грифон, который Азориусовский лучше? Да. Со скраем вашим пацифизмом как-то так-то гельфмагов не останавливает. Ага, нашего Жоржовского не останавливает. Пацифизма нет, а вот это останавливает. Изейшим образом, кстати. Хорошо. Такой нам нужен для чего бы то ни было? Нет, вообще ни для чего не нужен. Хорошо. А кому он нужен тогда вообще? Он? Новичкам в их колоде. В стартере. А как же мечта об Агроржовах? Агроржовы, Женя, у них это... Третий дроп, говорят, лучше. Какой третий дроп у них? 3-1 лайфлинг. 3-1 лайфлинг. Окей. А 3-1 лайфлинг лучше вот этого, да? Ну, конечно. Конечно. Ну, этот медведей съедает. Тот тоже. Хорошо. Ладно, я не буду продолжать эту дискуссию. Я чувствую, куда она меня заведет. Хорошо. Вот такой рарный чувак с нерелевантными, ну, почти нерелевантными обилками и Афтерлайфом 1. То есть, 2-1 за 2. Ну, это папка. Это бабка. Без вичеланса. Ну, это бабка. То есть, это ухудшенный, это дед. Фактически, это дед. Это дед. Это дед, он лысый. В лимите, это дед. С бороденкой, там, что ли. Бабка лучше, но и дед тоже иногда. Ну, то есть, понятно, что это делает чуть хуже ремовл оппонента. Ну, то есть, он создает легкий дискомфорт. Вот. Но если... Жжение, легкое жжение, я бы сказал, да. И если, в общем-то, у оппонента вся весь ремовл на Сорсере Спиде, ну, это просто дед. За 2-1, 2-1, оставляет после себя духа. Вот. Первая половина его первой обилки... Ну, то есть, как бы, обилки, вход оппонента... Ну, гилдмаги, да, активируются тяжелее. Гилдмаги, там, как бы, адаптация какая-то там, вход оппонента, это все возможно. Ну, то есть, короче, он создает дискомфорт, если оппонент имеет, собственно, трики. Вот. А если оппонент без триков, то, ну, это просто дед. То есть, дед противный. Вот, как почти любой дед, он противный. Но при этом бабка такая, она, как бы, такая, более трушная бабка. Окей, хорошо. Хорошо, но, в принципе, по сути, это, как бы, это же, только вид сбоку, я понял. Хорошо. А вот это наш котик. А вот это лирчик. Мы нашли котика играбельного. Смотри-ка, не все котики безобразные, отвратительные, да? Иногда котики есть нормальные. Ну, то есть, вот это наш универсальный ответ на симмиков, на грулей и на все вот это вот прочее безобразие, которое ходит к нам по земле. Смотрите, котик за одну ману 1.2 останавливает всякое непотребство с, ну, типа 1.1, которого, кстати, в среднем мало. Вот, а когда начинаются тушканы, ну, это просто вот как в предыдущей равнике, опять же, за черную ману 1.1 тач. То есть, он просто стоит и просто останавливает, и все. Лирчик, мы в прошлый раз обсуждали другую гильдию, ты это, включайся. Окей, то есть, мы, то есть, ты понимаешь, что такой не нужен никому, кроме нас, абсолютно. Конечно. И, скорее всего, нам могут давать его поздно, и мы с удовольствием возьмем его поздно, и будем играть, и, может быть, досаживать. Да, двумя будем играть даже. То есть, будем, скорее всего, играть двумя, и если почему-то срочно надо, будем отсаживать собаку и садить третьего. Отсаживать собаку и садить третьего. Хорошо. Хорошо. Кому нужна гильдия, когда есть котики? Гильдия котиков, Лирчик, сделай уже клан какой-нибудь, что ли. Вот это. Ну, короче, это, как уже тоже говорили, это бесплатная атака. Да. Вот. Но чаще всего мы это будем играть в режиме получить неразрушимость для всех. То есть, это иногда будет комбо-трик дефенсивный. Собственно, она мне чем-то напоминает инстант из М19, который давал один на морду недеструктибл. Здесь, конечно, каунтер, да, с духами это лучше, но, тем не менее, как бы, ну, это для нас будет чаще дефенсивный трик. То есть, хотя было бы круто ошибаться, что это постоянно для нас будет аффенсивный трик, и вообще тогда она сразу будет браться еще выше. То есть, ну, вообще, это хорошая атака. На сколько? На три. На три. То есть, не на три с половиной, допустим, там, не на четыре. Ну, не на четыре точно. Но ты бы такой первым пиком взял? Поверх мортифая нет, конечно. Так, господи, Лирчика опять, Лирчика заклинила там. Окей. У Лирчика в копле опять. У него коты, да. Коты головного мозга. Смотри, вопрос такой, вот, даже не вопрос, у меня есть такая вот мечта, идея такая, да, что мы проедаемся в конце хода, ставим море спиритов, растапываемся, играем, такую убиваем. Пока я вижу один движок, это вот Пожиратель Бабок, может быть, что-то там еще есть такое. Вот, но это может быть финишером. Это, Игорь, может быть. Конечно, может быть. По крайней мере, в два хода можно финишировать легко. То есть, в один ход мы раздали, пошли индистрактабл, потом на следующий ход, как это там, прожили и убили. Я бы, наверное, больше, чем тройку оценил. Я бы где-нибудь три с половиной, в общем-то. Ну, я не знаю, брал бы я ли первым бы ее пиком, но я вот воржов я убрал высоко. Очень, если я сижу уже воржов, я брал бы очень высоко. И гиганта проматывай. Он не нужен, но он практически неиграбельный, как мне кажется, тоже, да. Хорошо. Ведете оценки 0.75 Mortify? Коньякая лучше. 0.75 коньякая. Так, а черный цвет? Рарка? Я думаю, нет. Окей. Ну, то есть, смысл в том, что у нас вот в тот момент, когда мы ее играем, где-то 3-4 карты на руке, и обычно 2 из них ремувал и что-нибудь, вот типа 5-6 дроп, который в любом случае лучше, чем 2-2 зомби. Я тебе хочу сказать, что просто она у нас должна быть лучше, чем в Рагдусе, потому что Рагдус совсем карт не будет. Ну, конечно. Они же Хеллбенд. Да, да, да. А тут как бы... Ну, не Хеллбенд. Вот. А тут получается чуть лучше, чем в Рагдусах, но все равно очень плохо. Угу. Банкраптенблат. Я думаю, что у нас, к сожалению, для нее нет места, потому что пожертвовать 2 существа, ну, мы и без того не супербыстры, вот. И превращать 2 бабки в 2 спирита не хочется, хотя вот тут видно, что именно 2 бабок примерно превращают. 2 бабок в 2 спирита. Вот. Ну, как бы, я пока думаю, что нет. Да, арт криповый, действительно, ужасно криповый арт. Вот. Ну, опять же, если там у нас есть Тейза, море этих Afterlife-ов, одну такую положить... Ну, где-нибудь на третьем бустере в районе первого круга, да, можно взять. Но не более того, то есть это карта с очень такой, ну, очень слабой играбельностью. То есть у нее потенциал-то высокий, у нее эффект сильный, но очень часто мы не сможем ее сыграть вообще. Вот такая карта. Вот таким пацанам, на самом деле, хочется играть. Причем хочется играть его только в одном случае, когда мы играем его за спектакль. А чем ты собрался пробивать? С ноги. С ноги? Нет, это даже показать с руки и пробить с ноги, это этот, который сфинксом. Да. Вот, ну, либо у нас тот билд, в котором мы играем один-один демоном, либо у нас почему-то уже на тот момент образовался после блока спирит, который мы ходили в атаку. Ну, как бы, энейблеры, в общем, у нас есть. То есть, как бы, то есть я продолжаю утверждать, что демир – это агроконтроль. Оржов, Оржов. Ой, Оржов. Демир тоже все пойдет, нормально. Нет, демир контроль. Хотя агродимир, конечно, есть. Да-да-да. Вот, но у нас все равно есть достаточно часто вариант достаточно быстрого начала, в котором мы на второй ход поставили критчу, на первый ход поставили бабку, на третий ход сходили ей в атаку, и оппонент не разменялся, потому что… Не захотел размениваться с бабкой, или не захотел блокать дестатчера, что-нибудь такое, или, да, потенциального дестатчера, тоже противно блокать. Вот, и мы воткнули ему джаглера и взяли карту. Двумя такими в Оржове ты играл бы? Не, а одним хочу играть. Одним хочу играть, да. Ну, то есть я не вижу, что у нас есть энейблеры на двух. Ну, два с половиной тогда, в Оржовых. Вот такая. Интересная в Оржовых. Интереснее. Ну, такая, не знаю. Ну, блин, это такой комбо-трик ситуационный, я бы сказал, что вот это филлер. То есть иногда это просто скрай. 23-24, да? У меня есть большая, как бы, такая слабость к трикам с дроя карт, да? С продромом. Слушай, ну у нас нету ферстрайкеров. Мм, да. Комбо-трик, пасакай кричу, убей кричу, подроя карт. Ну, да, но это немножко все-таки не так, понимаешь? Это не так. Если бы он был именно вот так, то это было бы гораздо круче. Так, это что-то интересное. Это, кстати, способ проедать наших кричей еще один, да? Вот. То есть это, короче, такой вот пацан, который бьется за место, вот за тот слот, который пока что у нас занимает лайфлингер. То есть, с одной стороны, он, как бы, пилит свои хиты иногда, вот. А иногда не пилит. Иногда вот он стоит, и ему некого прожрать, и вот так он не ходит. И вообще, как блокер он стрёмный. Ну, типа, просто поставил кричу за три маны, сблокал кричу три, разменялся, при том, что лайфлингер, хотя бы, там, три хита от гейма. То есть это те же самые два с половиной, или там что-то? Да, два с половиной линкер там, да. С возможным интересным потенциалом, но такой. То есть так вот, а в вакууме он или лайфлингер все же? Лайфлингер. Лайфлингер, я тоже думаю, что лайфлингер. Вот такой. Ну, за четыре маны, два-три летает, у нас есть такой же, но с афтерлайфом. Афтерлайф лучше, да? Афтерлайф лучше, конечно. Да, Анджелик Экзалейшн, да, это сто процентов, потому что он проест кого-нибудь со спиритами, на следующий ход просто убьет там, допустим. Ну, понятно. Да, это хорошая, кстати, комба тоже, вот он, эважен, который, на котором нам может не хватать. Но это же все равно можно использовать как филлера вполне. Ну, можно. То есть там, типа на два с половиной, это все же флайер за четыре маны, два-три, это не так уж ущербно. Ну, да, но говорю, то есть выбирая между им и тем, которые грифоны, я, конечно, предпочту грифоны. Ну, а там, допустим, мне дадут грифон, а положишь этого? Ну, этого положу. Так, на крокодиле не акцентируемся, я не вижу смысла в крокодиле. Вот так вот, никто не видит смысла, а он улыбается крокодилу. Да. Ладно. Клим в стейдж. Инстантовый ремоул с апсайдом. Я готов играть. У нас будут кричи с Мордой четыре? У нас могут быть кричи с Мордой четыре. Ну, может быть, даже чаще, чем у Рагдосов, в общем-то. Меня терзают смутные сомнения. Тоже думаешь, что не очень? Не чаще, я думаю, у Рагдосов чаще. Больше у Рагдосов чаще. Интересно. Ну, то есть ты хочешь играть одним таким, и как бы где-то вот в слоте такого необязательного ремоула достаточно, если не дадали супер качество, да? Да. Окей, я уже прям читаю твою мысль практически. А вот таким? А вот таким скорее не хочу. А если бы он хилял? Менял бы это что-то? Нет, это делало бы эту карту еще хуже. Еще хуже. Окей, хорошо. То есть, опять же, у нас не так много безусловного ремоула, хотя есть и Мортифай, и двухмановый, это все такое достаточно. Вместо вот этой карты не надо у вас работать. Ну, как бы от безысходности можно и таким, но... Или нас, или где-то. Лучше в безысходность не переходить. Только такие будут давать, я понимаю, да? Вот. А теперь, внимание, вот эта карта в Ржов лучше, чем в Рас. Почему? Потому что вот эту карту без ущерба для нашего стола в среднем мы сможем сыграть куда чаще и эффективнее, чем в Рас. Из-за величины жоп? Да. Но эта карта ничего не сделает ни Грулам, ни Симикам? Ничего не сделает. С другой стороны, ну, Симикам в какой момент... Ну, да, что ты понимаешь, чтобы подловить Симиков, но это сложновато будет. Но, как бы, вот... Это тот в Рас эффект, над которым я готов думать. А на нет триггерит Афтерлайфа, да? Нет, к сожалению, нет. На нет триггерит Афтерлайфа опасная. Опасная антиоржовка, ну да, вон народ пишет, что это антиоржовка. Конечно. Игорь, ты спиндер там крутишь? Я? Нет. О, Господи, слава Богу. Это карандаш механический. Шучу. Господи, чуть инфаркта не хватило. Я представил Игоря крутящего спиндер. Фух, нет, так нельзя пугать меня. Это интересная карта. Это антиоржовка карта, я тоже, в принципе, согласен. Она чудовищная в мире оржовов. Вот, ну, не знаю, вот она такая достаточно странная. Я, пожалуй, что с Игорем не соглашусь. Я, наоборот, в оржовых, скорее, скорее не хотел бы ей играть. Да, вот тоже как в оржов, в антиоржов. Но мнения бывают разные. Вот упорят нас Игорь оржовым с такими картами. Вот, вот и будем. Да, против Рагдаса, да, против Рагдаса. Вот, резал, но не играл. Тоже интересное мнение. Ну, то есть, как бы, этой карты, ну, то есть, в зависимости от собственного дулда, ей можно играть либо в мейне, либо положить в сайт и быть готовым к тому, что Олова мы ее сыграем. Вот такая нам нужна? Скорее, да. Она ведь хорошая, понимаешь, для наших любых крич. А, она хорошая. То есть, мы возвращаем две бабки. Две бабки, это... За две маны мы возвращаем две бабки. Ну, чаще за четыре, может быть. Да, за две маны мы возвращаем две бабки. Ты что, не умеешь спектакль активировать в оржове? Ну, нет, если две бабки сдохли, то да, в принципе. Вот, видишь, видишь, ты еще не до конца читаешь. Ребята, 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 это как бы тема. Значит, бабка, пожиратель бабок, пожираем бабку, ставим вторую бабку, пожираем бабку, кубичная активация спектакля, поднимаем двух бабок, пожираем... Я все понял. Я с меня... Вот так играет аграржов. Вот так. Нет, ты понимаешь, сколько ты маны и ходов тратишь на то, чтобы создать стол, который не... Да, бабка агра. Вот. Собственно, для того, чтобы создать стол, который, ну, не убивает оппонента агрессивно. То есть это уже как бы четвертый ход. А ты еще так только. Хорошо, если четыре хита с оппонентом писал. Да, Игорь, бабки крутятся, да? Бабки крутятся, это да, это все так. Нет, мы бабушек очень любим, наоборот. Какие хиты, какие оппоненты, мы же можем крутить бабок. Бабки крутятся, все. Вот она идея ржота. Я понял. Я понял. То есть такая нужна, скорее одна, чем несколько, но одна нужна прям очень бы желательно. Скорее, да. Вкрутильный ржов, бабки крутятся, там, плейпоинты мутятся. Я понял. Вот такой большой, дурной, с большим автороматом. Это вот, короче, тот шестой дробь, кричевой, который, ну, может замыкать, гипотетически, нашу куру в количестве одной штуки. Созрал бабку со стороны. Это тот шестой дробь, которого мы заслужили, Игорь. Да, да. То есть это вот он прям в том вот конченном наморднике, в шлеме, да. И вот фиетиверки на спине, да. Все так. Это, знаешь, это как играют оржовы в наморднике, там, конченый, без глаз и с фиетиверками на спине. Да, все так. Да. Не знаю, я бы поставил двойку, как бы, она может теоретически влезть в колоду. Ну, может быть, два с половиной, это прям супер максимум. Ну, вот, как бы, да, то есть это вот карта, которую будешь играть одной и все, короче. И то в наморднике, и с фиетиверками, да. Одно, и то может быть в наморднике, да. И с фиетиверками, я понял. А вот такой дискард? Нет. Нет, да? Даже если бабки крутятся. Особенно если бабки крутятся. Особенно если бабки крутятся. Хорошо. Это самый криповар, но вообще какая-то жесть, господи, я не знаю. Я даже думал, это все такие, в общем. А этот вам? Ну как, у нас есть целый, кажется, один способ заплатить жизнь. Какой? Целых пять. Это ремовал за черное и белое. Да. Да. Вот. Но тратить... Время на обсуждение этой карты мы не будем, да? Да. Я правильно понимаю. Да. Вот это следующая карта. Вот дайте мне три, может быть четыре, потому что она убивает почти все. Просто почти все. То есть больших мы блокаем всякими дестачерами и бабками там и липкими и все, а маленьких мы вот так вот гасим. Слушай, наша проблема начинается, когда это либо реально дорогие тушканы, либо груль, который решил нас не агрессировать, вот, то есть не хостой, а каунтер раскладывать, а все остальное дохнет вот от этого. Просто почти все кричи имеют power trip или меньше. Почти все. Это очередной, командовый, хороший ремовал. Да, это командовый ремовал. Вот если опустить часть кричей, которые бьются за третий дроп, у нас третий дроп может быть просто весь из гротеск-демайзов. Просто весь. Сколько? Четыре. Оценка четыре? А, оценка? Ну, оценка нет, ну, как бы, ну, ну, три с половиной, ладно. Ого, ну то есть много, да? Прям много-много. Это феерический команд. То есть это команд, который сплэшится, это команд, который убивает реально, реально почти все в этом сете. Почти все. Окей. Он не убивает некоторые бомбы и тушканов. Мы нашли любимую карту Игоря. Нет, это Бортифай. Прям, 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 прям возбужден. Карабадила не берет вообще ничто, кроме Бортифая и еще Команового ремувала и еще, ну, я могу долго печатать, неважно. Это Карабадила не берет, это сто процентов, Саша абсолютно прав. Саша, как всегда, как всегда, вернул Карабадила вовремя. Предлагаете класть в обязательном порядке, но оценка три с половиной? Слушай, а оценка три с половиной это очень хорошая. Это очень хорошая. Ты немножко, наверное, не знаешь, как оценки ставят, что ли? Мы с тобой потом поговорим. То есть четверка это полом такой, ну, как бы, вот на грани. Тройка это нормальный, высокий, ну, то есть нормальный пик это почти на уровне первого. Три с половиной это очень хорошее. Да? Да. Ну, вот, это, это, это хороший, ну, прям, хороший. Хороший. Хороший, это вот хороший первый дроп, прям, прям, хороший. Ну, то есть в нашем случае он... Лучше собаке? Ну, да, потому что собака не возвращается, а этот возвращается. Ну, я же лучше, я же лучше собаки, он говорит. Он, конечно, в собаку упирается, но что поделать? А зачем он? Что он будет делать? Блокать чуваков со второй попой? Он, он просто будет блокать. То есть мы будем летать на один спиритом, и блокать тушканов в 4-6. И чемпать тушканов. Да. Ну, то есть там не так часто, как хотелось бы, но тем не менее. К сожалению, он просто тапан и входит в игру. Лир, потом тебе расскажу, это достаточно общие вещи, так как известно. Так, ладно, я понял тебя, и ты, в принципе, готов ему поставить даже тройку, что ли? Ну, 85, да. 85, да. Прожирателем бабушек можно прожирать. Ну, да, его можно прожирать, возвращать прожирателем бабушек. Окей. Ну, как лучше, чем Гошет Реторан? Гошет не выполнил обещание. Посмотрим, выполнит ли Саша. Вот такая медленно пересасывающая-засасывающая. Вот в Оржовах у нее есть жизнь, вернее, вот у нее есть попытка. То есть, во-первых, если мы Оржов, который слегка перекошен в морду, то есть у нас вот спектакль... Оржов с перекошенной морду. Да, с перекошенной морду. Вот. Если у нас есть спектакли, это хороший энейблер для спектакля, плюс она, в отличие от белой, ну, она реально может упростить нам жизнь, вот, почти сразу. На шестой ход, ну, она туда-сюда делает, как бы. То есть, у нее вот это как, примерно как мышка из Иксолана. Сакайца подремовал, да? Это вот белая сакайца подремовал, если для нее шела нет. Вот. А это обычно, я бы сказал, сакайца за плюс 4 минус 4. Ну, да. Да, как бы, если мы как-то умудрились стабилизироваться бабками, пожирателями бабок, какими-то вот этими выпрыгивающими, то мы такое можем усосать, в принципе. Нам как бы, это наш вариант, то есть сосать, не пересосать, там, спириты летают, бабки крутятся, сосалки мутятся, вот такое все что-то. Ну, типа того. Ну, то есть, ты готов ее, допустим, класть одну в колоду? Скорее, да. Ну, то есть, что тебе для этого надо? Да. Мне, мне, ну, нужна необходимость включать спектакль. Именно так. То есть, только в сплэшовый, как бы, ну, грубо говоря, в полуцвет, да? Да, да, да. Без спектакля просто вот карточка, которая раз в ход делает плюс 1 минус 1, ну, я бы сказал, она такая, может, тогда 2 маны должно стоить. Одну. Сосалки мутятся, да. Она просто, они разные вещи делают в Рагдасах и здесь, то есть, в Рагдасах она просто нужна, как бы, для активации бесплатной спектакля. Здесь она может же еще и финишировать медленно и печально, но, собственно, как финишируют Оржовы, они... Медленно и печально. Ну, то есть, как нам, у нас забрали эксторт, но дали и Елготн Инхеллендс. Да, да. Вот такой эксторт курильщика. Хорошо, я понял тебя. То есть, ну, получается, опять же, на уровне какой-то там, 22-й, 23-й. Ну, да, где-то скорее. Ну, то есть, ее, да, подбирать для... Ну, и смотреть по колоде. Чем больше спектаклей, тем лучше, да. Death Toucher за 3 маны конкурирует ли с лайфлинкером и с чуваком, который выдает там все такое? Да, вполне конкурирует. То есть, ну, это как Гаргона. Как Гаргон, все так, у него проще коз, чем у Гаргона. Ну, говорю, а функция та же? Ну, он хороший, мы высоко его берем. Относительно. Ну, смотри, я бы вот из вот этих вот условно Комманова... Да, да, да. То есть, вот из пацанов там. То есть, пацана 3-3, который дает... Гостли Призон. Гостли Призон на ход. Вот, скорее всего, я бы взял Гостли Призона, а потом взял бы Death Toucher, а потом взял бы 3-1 лайфлинкера, а потом взял бы 3-1, который по праздникам. А где еще 3-1 Afterlife 2? А, сейчас, погоди. 3-1... Afterlife 2, я бы взял его над пацаном, который дает Гостли Призон. То есть, вообще над всеми, да, получается? Ну, блин, он... Вот она, ребята, это важный момент. Иерархия третьих дропов Оржовов. Это то, что может очень практически хорошо работать. А над ними всеми я бы взял ремол за 3-маны. Мортифай. Ну, мортифай, само собой. А, да, черный ремол. Черный ремол. Мономоно черный. А над ним еще и мортифай. Вот так вот. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Теперь вот такой второй дроп. Высший. Просто высший. Лучше вот этого третьего? Разумеется. Ты еще спрашиваешь. Слушай, а ведь по факту не так плохо Оржов защищается. Вот вы как бы все там большие рагдосовские, большие рагдосовские, большие там, не знаю, симиковские, там, грульские. А Оржов-то своими достателям мы вполне. Лучше бабки? Нет, хуже бабки. Почему хуже бабки? Ну, потому что бабка 2 на море. Ты прям агрессор такой. Слушай, бабка 2 на море и кома. Вот. То есть выбирая между бабкой и этим, на ранних пиках я, конечно, возьму этого, потому что такого я больше не увижу. А это ранний дестатчер. Вот. А бабку есть шанс еще увидеть. Ну, просто потому что она комановая, поверх нее что-нибудь наберут. Мне он, кстати, очень нравится. Очень нравится вообще. Вот. Жень, прям пауза на 10 секунд, я свет включу. Да, конечно, Игорь, конечно. Я хочу сказать, пока Игорь делает паузу на 10 секунд, свет включу. Вот. Я хочу сказать, что мне очень нравится вот этот чувак, или это барышня? Барышня, скорее всего. И вообще мне очень нравится, как защищаются Оржовы. Я не думал, что они настолько хорошо защищаются. У них много дестатча, у них как минимум раз дестатч, два дестатч, пожиратель бабок дестатч, и собака там маленькая, или кто он там дестатч. То есть очень много дестатча, и все огромные. Кошка. Кошка. А, кошка, да, кошка. Легче же в чате. Вот. А этого там они ругаются. Ты БП-шный гибрид, что-то такое там жесть. Ну, кошка-кошка. БГ-шный. Ты БГ-шный гибрид. Вот. То есть это все в ранних дропах, это все выглядит очень даже прилично, между прочим. Но оно все, понимаешь, это вот такие вот мелкие писючата, которые... Сумма неолонная в гранат-полоске бесит. Сумма неолонная в гранат-полоске бесит. Спасибо, Ларга-дорогой. Вот. То есть, ну, они такие, понимаешь, они такие писючата, которыми ты... Причем писючата условно без эвэйшен, которыми ты, ну, оппоненты не затопчешь. Да, но у нас вроде как... Понимаешь, нам не обязательно его топтать-то быстро. Вот я не вижу агро составляющей Оржова совершенно. Но контрольная-то мощнейшая какая. Да. Ну, то есть вот оно типа агро-контроль. То есть если оппонент выдал слегка медленную раздачу, мы его бабками можем, там, не знаю, хитов 8 спилить, а потом мы начнем спиливать с него следующий хит уже через 5-х годов. Это жесть какая-то, кстати. Хорошо, я понял. Мне это все очень нравится. Вот. Хорошо. Да, Игорь хорошо рассказывает, это правда. Он тебе продал рожов. Игорь вообще специалист по таким делам. То есть насколько это высокий пик? Вот ты как бы только что там в восторге от нее был, но пик-то насколько высокий? Достаточно высокий. Прям вот в первых трех я бы сказал, что да. То есть тройка выше тройки? Выше тройки железно. Выше тройки, да. То есть вот прям, знаешь, где-то вроде даже 3,5 может быть, такой, знаешь, с идеей, они поставят, например, еще чуть больше, чем 3,5 с плюсиком. То есть ты первый пик там взял? Нет, mortify я бы взял по верхнему. Это не значит, что там нет mortify в бусте. И второго ремовала тоже нет. Как это нет mortify? Ну нету mortify, ну как так? Ну неудачно вскрылся. Это знаете, что, кстати, это токсичная бабка молодая. Когда бабка была молодая, у нее была немножко другая фигура, 1-2, а не 2-1. Ну то есть она была не афинц, но задница была лучше. Да, задница была побольше молодой, да. Бюст отрос с возрастом. И она была достачем. Видел. Бабка-то она палит лучше, конечно, чем молодуха, но молодуха была токсичная. Хорошо, я понял тебя, что это высокий пик, хороший пик и очень хорошая карта. А теперь давай поговорим вот про эту. Ну, я честно скажу, мне он не нравится. Просто, ну это за 5 маны 3.2, который ничего не делает. Да, он абсолютно без эвейджа, но его просто и пропускать стрёмно, и блокать тоже особо не хочется. Ну то есть это за 5 маны 3.2, а Afterlife 2. Вот, ну... Afterlife 2, я бы сказал, ну почти обязательно заблокать надо. Вот что-то типа такого там. Вот, ну, то есть как бы смысл состоит в том, что к пятому ходу это скорее всего будет ситуация. Я поставил кричу за 5 маны 3.2, вот с этой обилкой Afterlife 2, которая просто пошла в атаку, чтобы умереть. Она может профитно умереть, но нам можно ей выдать достач или что-то ещё. Тебе он в принципе не нравится. То есть это крича, которая хорошо работает при определённых условиях. Слушай, ну смотри, вот как бы вот есть вот этот вот 3.2, вот вот этот, есть вот птица 3.3, не полёт. Птица пересасывающая, да? Ну вот тут без вариантов, да. Слушай, ну я естественно птицу возьму. Ну что смеяться-то? Сосущая птица, конечно. Ну то есть это двойка, даже не 2.5? Нет, не 2.5. Окей. Pestillens Spirit. Мультики показывают? Ну это крича за 3-ман, 3-2, минэй с достач. Вот его следующая строчка нерелевантна абсолютно. А это очередной достач, я вам хочу сказать. Это море достачи. А всё-таки, когда эта строчка будет релевантна? То есть для кого? Для рагдосов что ли? Когда красный рагдосов будет там дырочку одну делать, да? Или мы, допустим, вот это вот там в чёрно-красной с плиткой дырочку одну доделаем? Что-нибудь типа такого? То есть надо же дамагу нанести, чтобы она была достача. Да, причём Instant или Sorcery. То есть не поцелить же там как бы ничего-то именно Нет, не обьют, не дьявол, не тьфе именно с белым. То есть, ну как бы я бы сказал, что... Извини, Игорь. Я всё-таки процитирую чатик. Если у тебя нет молодой бабки, то сосущая птица это вариант. Я согласен, да. Это, ребята, да. Ну то есть вообще это как бы просто 3-2 Evasion Destach. Это хороший кат? Ну это просто хороший кат. То есть не более того? Не более того. Тройка? Да. Окей. Несмотря на то, что выглядит она чудовищно, но она, видимо, в Рагдосах выглядит страшнее гораздо. Это вот она токсичная, а не... Молодая бабка. Она токсичная. Не рассказывай себе. Хорошо. Хорошо. Вот такой? Ну это зомби за 2 маны 2, 1 фланкинг. То есть это просто зомби, которого... Ну это как вот примерно гоблин в предыдущей равнике, который... Ну он там, правда, в обоих случаях единичку долбил. Вариант фланкинга... А фланки только в атаке работают, да? Да. Это было очень давно просто. Еще до меня даже. То есть это хороший активатор спектакля, да? Слушай, ты в «Тайм-спирале» играл, не рассказывай. Ну нет, ну играл. Вот. А хороший активатор спектакля, например, еще чего-то. А нам-то он нужен вот именно ржом? Ну, скажем так, нам отчасти важно иногда иметь второй... То есть если мы хотим активировать спектакль, то да, конечно, он нам нужен. Потому что... Если мы немножко Рагдеса. Ну да, если мы немножко Рагдеса. Вот. Если нет, и не знаю, то есть силит вряд ли. Вот, например, на драфте. На драфте можно собрать аграржов, в котором курва заканчивается на 4. Вот. И там этот зомби просто, он за 2 маны 2-1, условно анблокабл до 4-го хода. То есть если вы собираете аграржов, то это карта ваша. Ну да, это зомбарь, которого не будут блокать пару ходов. Если он вообще существует на свете аграржов. Вот. То есть это, я бы сказал, только драфт. Все леди, я думаю, что... Сколько врассов в сете? Врассов нет сети вообще. Врасс эффектов, ну, 1 получается. Врассов, ну как... Именно врасс это вот как раз... Оржовский? Угу. Ну это врасс, не стролл кричерс. Вот. А еще дополнительно врасс эффект, это вот инфест. Ну это минус 2, минус 2, это не врассов. Ну да. Ну это... Масс ремоу. Масс ремоу. Плюс красный, который бьет по гейтам, плюс гоблин, который раздает по дырке. Ну там есть, конечно. Вот. То есть получается, что это в обычных оржовах все-таки скорее не нужно. Там бабка лучше, дед лучше, там пожиратель бабок лучше. Да все лучше. Привет. И вдобавок в этого можно сыграть, нанести одну дырку и дырку оппоненту активировать, спектакль и сыграть как раз... Ну вот, давай сначала... Ну ладно, давай не этого, давай сначала демона, а потом вернемся к присту. Вот этого демона что ли? Или какого демона? Да нет. Ну ладно, давай пристал, ладно. Пристал. Ух, как тебя размотало-то. Давай, пристал. Знакомьтесь, это херня. Знакомьтесь, я здесь ни при чем. Вот. Этот пацан в оржове имеет смысл только если у нас есть вот тот пацан, который возвращается. Тоже ларный. Да. Вот. И у нас при этом не так много моноколора. У нас есть вот тот белый пацан, который за мультикалорные спелы ставит там кучу токенов. Вот. И только когда мы без ущерба для себя сможем его активировать, то окей, да, этот парень настолько условный, что ты его не будешь активировать примерно никогда, потому что он, козлина, не умеет жертвовать себя. через 30 минут начинаем делать. Ну да, мы выходим через 20 минут. Ага, то есть смотри, да, он не умеет жертвовать себя, его не так просто активировать, у него достаточно сильный эффект, но тоже не ломающий игру. Вот. Ну то есть он много делает на эффекте, но при этом нужно еще 2 кричи, и он максимально уязвимый для ремуула. То есть очень сложно не убить его ремуулом. То есть, короче, это за 2 маны 1-2 ничего не делает. Ну, как бы скажем, если он раз сактивировался, ты уже красавец. Ну да, ты уже как бы подробовал карту. И оппонент с Акмакричу, кстати. Ну да, а и ты порампился, ну естественно. Ты порампился, Лирчик, он конечно пишет, что у Аржовов много токенов, нет лирчик, немного у них токенов. Пойми ты это. Проблема в том, что немного. То есть это карта с высоким очень сильным эффектом, но на самом деле достаточно сложно его активировать, чтобы он дожил, чтобы у тебя все было. то есть, нужно стабилизироваться, наставить крич, поставить такого, и тогда он начнет работать очень хорошо. А чаще всего это будет либо цель для самого конченного ремуула оппонента, самого слабенького, то есть его убьют просто все, кто там захочет. Либо тебе отстрелят остальных крич, либо тебя заставят ему блокаться. Ну, то есть такое. Короче, карта с хорошим эффектом, который стоит дорого. Вот и все. Я бы играл, я бы пытался играть, но как бы опять, это может быть карта из той категории, когда Костя говорил, что если у тебя хорошая дека, он тебе не нужен. А если у тебя плохая дека, то ты должен играть всеми картами, которые могут выиграть игру, если сложатся обстоятельства. Может быть, что-то вот такого типа. Может быть. Но я бы, вот первым пиком я бы точно брать не стал. Не, не, не. Не первым, не вторым. Не первым, не вторым, в районе пятого, на третьем бустере. Саша, кстати, тоже согласен, да. Окей, хорошо, хорошо. Пошли дальше. Это не наш совсем. Не наш совсем, как бы от безысходности за 2 маны 1-3 минейс можно... Заполнение клубы и активации возможных черных спектр. Да. Я же говорю, что я научился читать твои обыскли. А демон, ты хотел демона, вот тебе демон. Вот демон. Вот это демон, которого надо брать, им надо играть, он... В мартире, Вильчик, выиграй меня и в мартире. Ты же лимитит не играешь практически. Привет, Вадим. Ага. То есть, это за 4 маны 4-4 флайминг Трампу говорит, я долблю оппонентов и по праздникам иногда растут. Да, конечно, его с большим удовольствием ставят Рагдасы, но мы тоже как бы вполне себе хотим им играть. Мы готовы ставить его за спектакль, мы готовы ставить его за фулл кост. Что у нас станет 10 хитов, у нас 10 хитов станет куда раньше, чем у Рагдаса. Поверьте мне. Но, как бы, да, даже если он просто будет с 4 маны 4-4, который будет долбить оппонента еще и по воздуху, ну, это потом будет 5-5, а потом будет 6-6, и это, собственно, наша крича с пауэром 4 или больше, но, конечно, это бифик, да, его стоит брать первым пиком, да, это 4+. Я хочу сказать, что его обилка делать по дырке каждый ход, она, ну, обоим игрокам, она что у Рагдасов работает, что у Рагдасов, немножко по-разному. У нас все-таки больше лайфлинка, нам эти хиты могут быть не так критичны. В Рагдасе он делает немножко больше, он активирует спектакль, да, как бы, бесплатно, но, тем не менее, эта карта прекрасна везде. Ответьте, пожалуйста, в чатике, да, 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 будет скоро новый сет, мы же вечером Констрактит смотрим, ну, в смысле, мы завтра с тобой делаем обзор, сегодня вечером мы с тобой скорее спишемся, в ВКонтакте обсудим. Отличный инсект. Отличный инсект. Хорошо. Прекрасно. Мы играем такими, вот, тоже третий дроп, очередной. Очередной третий дроп. Ну, вот, в зависимости от наших вторых дропов, которые мы там где-то поднабрали, ну, он будет конкурировать с двойным этим, авторлайфом. Ну, то есть, чаще всего он качает либо сам себя в блоке, либо качает кого-то спирита. Ну, да. Вот. Это высокий пик, ты готов брать такого первым пиком? Нет. Оценка? Три. Не больше? Ну, Ну, слушай, ну, он явно хуже Martify, он сейчас меняется. Да, ладно. А Life Link with Shade? Ну, вот, как бы, у него, он очень дорого качается на плюс один, плюс один. То есть, кричит с одной ману, один-один Life Link. Иногда по праздникам 2-2 Life Link. Да. Ну, как бы, ну, одного можно взять и успокоиться. И в деку не класть. И в деку не положить, потому что вместо него мы положим демона, который пингает на один-один таргет. О, господи, окей. А почему, Паша, двойка этой птички, птичка за три маны, 2-1, Flash Flying, это уже не двойка, ну, по крайней мере, с одинарным кастом мои стены ценности. Ладно, мы с Пашей потом отдельно про это поговорим. Это что-то, это тоже способ сактивировать себе Afterlife, видимо. Да. Ну, здесь как, да, это крича за 4 маны 5-5, скрай 2, и, ну, пожертвуй ненужную бабку, кричу, там, либо бабка, либо вот этот тип 2-1, либо демон, Devil, который 1-1, ну, то есть, мы можем пожертвовать что-то мелкое, то есть, с Колькью играть, я не знаю, пока кажется, что не больше, чем одним, вот, хотя Spirit двойной Afterlife, он сжирает с таким удовольствием, что прям вау. Как раз по курве, да? Да. Да, окей, то есть, ну, троечка, опять же? Ну, нет, все-таки не троечка, да, 2-75. Но играть можно и нужно вполне, да? Играть можно, не обязательно нужно, он, короче, будет биться за слоты с летающими 2-3. Если Return кого-то и привлекут за геноцид, это пенсионный фонд, так что мы тут вообще не при чем. Вот, кстати, что? еще один эдикт за 3 маны на инстантспиде? Это просто честный эдикт. Слушай, я не помню эту карту, почему-то мы с Ильей вроде наверное обсуждали, но я ее не помню. Слушай, ну, это вот, у нас кричевая дыра в основном, ну, реально, для норман, огромный, третий, слушай, третий гигантский вообще воржов. Вот, смотри, это третий, то есть это комановый ремоуал, который реально кричей из третьего дропа будет выжимать, ты же понимаешь. Ну как, но он значительно хуже того. Ну, разумеется. Который, тоже комановый, который с одинарным костом. Ну, да, да, вот, ну, то есть поэтому тех 4, а этих 2. И как бы против форжов он работает плоховасто. Его отсаживать против форжов надо. Слушай, я тебе краевых случаев, где плохая любая карта, могу придумать столько, что... Скажи тогда оценку и скажи вот в районе каких кричей ты бы его клал. Оценка. 2.75 он хороший, ну, все равно он достаточно хороший. Я брал бы его, то есть я дабл дабл афтерлайф взял бы выше, чем он, а вот он где-то конкурирует у меня с гостлепризоном. С гостлепризоном, понял. Хорошо. Виндикейтед вампир. Ну, вечный пересос. финишер вокруг наш. Ну, нет, наш финишер это кто-нибудь другой. Вот. Ну, он лучше, чем Чарка, которая делает это постоянно. То есть он или Чарка, он, конечно, он. Вот. но рваться и прям постоянно его класть и прям форсировать его пик. Даже одного не хочешь? Слушай, ну, вот у нас, ты говоришь, у нас огромный третий дроп. Нет, вот у нас огромный четвертый дроп. И вот проблема в том, что в четвертом дропе не надо класть очень много карт. и это вот одна из тех карт, которая может сказать окей, давай я поборюсь за то, чтобы я оказался в деке. Но еще не факт. Но еще не факт. Два с половиной. Ну, то есть, да, два с половиной скорее всего он окажется в деке, потому что он будет какой-нибудь двадцать первой картой, потому что у нас мы крутим бабки. Да, бабки крутятся. Игорь, вопрос к тебе от Ильи Медянцева. Скажи, пожалуйста, Эдикт всегда ниже, чем Экзайл с Пауэром 3? В моей картине мира да, потому что Эдикт дает выбор оппоненту, а Экзайл просто убивает 85% целей в текущем сете. Вот и все. Вот это что такое вообще? Это промо фойл. То есть, это не карта из бустеров? Насколько я представляю, нет. Ну, даже если есть, ну... Возьмем играть будем, что там? Возьмем играть будем, 4,5. Окей. Хорошо, хорошо. Мы разобрали все цвета. Мы как-то немножко попытались разобраться с этой гильдией. Игорь, давай мы с тобой попробуем резюмировать, завершить, рассказать. Это в принципе мы закончили вообще обзор, лимитедный обзор всего сета. Расскажи, пожалуйста, про Ржовов еще раз, теперь уже увидев все карты, что ты про это думаешь, как ты собираешься их собирать и советуешь ли ты их собирать, на что сплэшатся, на что они сплэшатся, с чего в них садиться. Резюмей. Ржов это агроконтроль. То есть, в нем есть раннее начало и в нем есть потом более тяжелые кричи и там какие-то такие пищевые леталки, которые ну просто постепенно и по чуть-чуть будут пилить оппонента. То есть, как кричи атака в семье, кричи атака в семье нет, такого не будет. То есть, если у оппонента медленная раздача, мы его попилим чуть-чуть, а потом будем реально как вот контроль, то есть, дальше уже мы переходим в контроль-мод и после этого пилим ну реально по чуть-чуть спиритами. Собирать ржовов рекомендовал бы я, да, рекомендовал бы. Вот. Потому что, ну кажется, что это не так сложно. Вот. С чего садиться с ржовов я бы сказал, что нет такой карты, кроме может быть почему-то в раса, которая заставит нас однозначно сесть в ржов. Все остальное в ржов говорит, окей, да, вот мы ржов, но нас еще пока можно сплэшить. То есть, увидев, вскрыв ангела, вскрыв чарку шесть маны, вскрыв еще что-нибудь, вскрыв мортифай, не считайте, что вы полностью в ржове. Спасибо. Вот. Не считайте, что вы однозначно в ржов. Нет. Ржов может быть, он может у вас собраться как полноценной гильдии, так и внезапно оказаться сплэшем к чему-нибудь еще. Если вы оказались в ржов, то есть, как бы, стали набирать плотный ржов, то есть, там бабки, пожиратели бабок, детки и так далее, то есть, вы оказались в плотном ржов, я бы сказал, что лучший сплэш для ржов, это, конечно, красный, то есть, это Рагдас. Там вот есть лучшая Джудит, которая, мне кажется, просто это одна из немногих карт, про которые можно однозначно сказать, что это карта в ржов. То есть, неважно, что у нее красный, это карта в ржов. Дальше, что еще? Можно ли сплэшить в синий? Да, можно, просто тогда вам нужно быть чуть-чуть больше леталка и про это вы можете еще раз послушать в рассказе Саши и, если я правильно помню, Костя, кто Симик? Да, да, Симик и были, Костя. Вот, Собственно, лучший ремовал сета в ржове, лучший ремовал из всех ремовалов в сете это Martify, потому что он делает все, его в этот раз сделали лучше, чем он был в предыдущий. У него реально есть инчалдмент цели, которые релевантны и их хочется убивать. На какой вопрос я еще не ответил? Сейчас пока пускай чатик пишет вопросы, я, во-первых, покажу видео, которое прислал Саша. Это когда ты собираешь груль и вскрыл Martify или там, не знаю, фраз на третьем выкрохе. Что там за вопрос чарки равные в прошлый раз? Не понял. Бабка, бабки, бабки. Так, Игорь, что ты говорил только что? Я бабками дослушался. Да нет, не расстраивайся. Ничего. Окей, значит, смотрите как. Во-первых, где лучшие ремувалы? У нас в клубе. Где лучшие бабки? У нас в клубе. Значит, а все, все как бы лучшее. Ну, то есть, Оржов прекрасная гильдия совершенно. То есть, очень-очень сильная. Правда, реально, очень сильная. Я сначала не мог понять, то есть, до стрима, как их нужно собирать. Теперь, мне кажется, их как ни собирая, они все равно получатся шикарные. То есть, Death Toucher'ы, море ремувала, а липкие кричи, вот это вот все, как это, не знаю, то есть, вообще, вот из всех гильдий пока, самая такая вот для меня, меня спрашивали, какая гильдия самая слабая, какая самая сильная, то есть, я вижу самую слабую, это Азориус, ну, для меня, по крайней мере. То есть, Оржов прекрасен. Как его собирать? Я не очень вижу агро-вариант Оржова, это, Игорь там будет крутить бабками, вот это вот все. Но вариант контрольного Оржова, которому действительно не важно, чем финишировать абсолютно. У нас настолько много ремувала, у нас настолько все это липкое, все это такое вязкое, то есть, мы можем засосать кого угодно. И у нас есть способы бороться, ну, практически со всеми гильдиями. Может быть, единственное, что, ну, не знаю, с Азориусами сложнее всего, потому что у них есть большой карта-давантаж, вот, а мы не боимся больших кричей, мы боимся, наверное, может быть, какого-то сильного адвантажа. Может быть, да и то. Спасибо. И, подожди, я вот тут вот, был какой-то интересный вопрос, который был у меня в голове, но ты заканчивал свой тираду, я его забыл. Ага. Сейчас я постараюсь его очень-очень быстро вспомнить, я понимаю, что у нас пара минут всего. Да. Чем играть все лет? Все лет играть тем, чем дают. Да. Какой-то, 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 что, блин, хороший такой вопрос был, а я... Блин, забился и забыл. Пока Игорь думает над хорошим вопросом, я хочу сказать спасибо всем, кто смотрел, всем, кто подписывался, кто донатил, кто был все эти пять стримов со мной, все, кто приходил на стримы в качестве гостей, особенно Игорю, потому что он был сегодня, мы с ним разбирали самую сложную, самую, ну, может быть, не самую сложную, но, по крайней мере, интересную, прекрасную гильзию. Оржов, спасибо тебе, Игорь, огромное. Обращайтесь. Обязательно. Но я вспомнил вопрос. Давай, давай, давай. Выдержит ли стол двух или более драфтиновых шоу? Обожаю. Мне кажется, легко. Мне кажется, выдержит, но каждому из них абсолютно точно придется быть трехцветным. Вот так вот, да? Окей, окей, ты думаешь, как не хватит? Я думаю, что не хватит. То есть, черный ремовл у нас будут просто забирать все, кому не лень. То есть, даже Азориус совершенно спокойно будет сплэшиться в черный ради нашего ремовла. Ты еще гейтами скажи. Ну, конечно, гейтами, ага, и с первой равнике. Да, все так. Почему? Черно-белыми, а ржавскими? Ага, угу. Ну да. Вот, поэтому, скорее всего, выдержит, но, как и с боросами, лучше быть единственным. Лучше быть единственным. Окей. Хорошо, вот на этой веселой ноте мы сегодня закончим. Топ гильдии от меня. Бру-бру-бру-бру-бру. Ну, сложно сказать прямо топ. Я бы с удовольствием поиграл бы, всеми гильдиями посмотрел бы. Я буду играть лимитед. Но, давай так, просто так вот ляпну, как бы, совершенно даже особо не думая. Топ гильдии. На пятом месте Азориус. На четвертом месте, наверное, Рагдос из-за сложности сборки. На третьем месте, наверное, все-таки, ну, вот, чисто для меня, на третьем месте, это Груулы, на втором Симики, на первом Оржов. Что-то типа такого. Я обещал, пацан обещал, пацан сделал. Спасибо, спасибо. Всем спасибо. Завтра, если мы доживем, и все будет нормально, будет стрим с точки зрения констракта с Лирчиком. Попробуем, по крайней мере, так сделать. И, как обычно, все окажется наоборот. Естественно, Виски всегда, вечно оппонирующие. Это очень хорошо. Здравствуй, Виски, я рад тебя видеть. И, собственно, все. Давайте, ребята, всем пока.